Уважаемые главы государств, дамы и господа, дорогие друзья, рад всех вас приветствовать на заседании в формате Outreach Bricks+. Такой расширенный формат хорошо себя зарекомендовал и даёт возможность для прямого и открытого диалога членов объединения с нашими друзьями и партнёрами. Напомню, что в прошлом году на встрече в Яфанасбурге были приглашены главы многих африканских государств и руководители ключевых региональных организаций. А в этот раз российское председательство пригласило ближайших соседей России, дружественные нам страны, с которыми нас объединяет общая история жизни в едином государстве. Здесь присутствуют также руководители государств, проявляющих заинтересованность в налаживании более тесного партнёрства с Bricks и даже рассматривающих в перспективе возможность членства воединения из стран, возглавляющих в настоящее время ведущие многосторонние структуры. То есть у нас за общим столом представлены государства Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Согласно предлагаемой повестке, мы рассмотрим наиболее волнующее мировое сообщество вопроса. Это и устойчивое развитие, искоренение бедности, адаптация к изменению климата, обмен технологиями и знаниями, и борьба с терроризмом, трансграничной преступностью. Естественно, особое внимание уделим вопросам мирного урегулирования конфликтов. В том числе, разумеется, поговорим и серьёзно поговорим об обострившейся ситуации на Ближнем Востоке. Членам Bricks крайне важно обсудить все эти темы с единомышленниками из стран глобального Юга и Востока. Все наши государства разделяют схожие устремления, ценности, видения нового демократического миропорядка, отражающего всё культурно-цивилизационное многообразие. И убеждены, что в основе такого миропорядка должны лежать универсальные принципы уважения законных интересов и суверенного выбора стран и народов, соблюдение международного права и настрой на взаимовыгодное, честное сотрудничество. Переход к более справедливому мироустройству идёт непросто. Его становления тормозят силы, привыкшие мыслить и действовать в логике доминирования над всем и вся. За ширмой навязываемого миру порядка, основанного на правилах, стоят попытки сдержать растущих конкурентов независимое, неподконтрольное развитие стран Африки, Азии, Латинской Америки. В ход идут незаконные односторонние санкции, откровенный протекционизм, манипуляции валютными и фондовыми рынками, вмешательство во внутренние дела под лозунгом «забота о демократии и правах человека», борьбы с изменением климата. И это тоже используется. Такие, прямо скажем, нездоровые методы и подходы ведут как к возникновению новых конфликтов, так и к обострению старых противоречий. Тем самым подрывается региональная и глобальная стратегическая стабильность, нарушаются принципы равной и неделимой безопасности, поощряются межгосударственные и междоусобные распри. Один из примеров этого – это Украина, которую использовали и используют для создания критических угроз безопасности России, игнорируя при этом наши жизненные интересы, справедливые озабоченности и ущемления прав русскоязычных людей. А сейчас и вообще не скрывают цель нанести нашей стране стратегическое поражение. Прямо скажу, что это иллюзорные расчёты, которые могут делать только те, кто не знает историю России, не принимает во внимание ковавшиеся веками единство силу духа и сплочённость её народа. Но, как условились, среди главных тем нашей дискуссии будет обстановка на Ближнем Востоке. Она также вызывает беспокойство. И здесь как раз имеет место то, о чём говорил – это обострение застарелого конфликта, который не удаётся потушить десятилетиями. Очередной виток Палестино-израильского противостояния стал, пожалуй, одним из самых кровопролитных в длинной череде столкновений. В результате боёв в секторе Газа уже погибло более 40 тысяч человек, большинство из которых – мирные жители. Но при этом, и я хочу это подчеркнуть, мы всегда выступали и выступаем против любых террористических проявлений. Начавшиеся год назад в Газе боевые действия сейчас распространились и на Ливан. Оказались затронутыми и другие страны-регионы. Резко вырос градус конфронтации между Израилем и Ираном. Всё это напоминает цепную реакцию и ставит весь Ближний Восток на грань полномасштабной войны. Стремительно деградирует и гуманитарная ситуация. Число беженцев и внутренне перемещённых лиц превысило уже полтора миллиона человек. Колоссальный ущерб нанесён инфраструктуре и жилым домам, школам, больницам, социальным объектам. И разрушения продолжаются. У России, конечно, есть очень много вопросов, очень важных, острых, которые мы должны решать для себя. И мы делаем это, и будем делать. Но в то же время мы всегда стремились внести свой весомый вклад в стабилизацию на Ближнем Востоке. Поэтому с самого начала эскалации вместе с членами БРИКС и другими партнёрами активно включились в усилия по урегулированию. Как вы помните, был даже проведён экстренный видеосаммит нашего объединения в ноябре 2023 года. Неотложной задачей, безусловно, является запуск комплексного политического процесса для решения ближневосточной проблемы во всей её полноте. Необходимо прекратить насилие, обеспечить жизненно важную помощь пострадавшим, облегчить их страдания. Само урегулирование должно быть достигнуто на общепризнанных международно-правовых базах, что впрямую предусматривает создание независимого палестинского государства, мирно сосуществующего с Израилем. Исправление исторической несправедливости по отношению к палестинскому народу может дать гарантию мира на Ближнем Востоке. До тех пор, пока этот вопрос не решён, порочный круг насилия разорвать не удастся. Люди так и будут жить в атмосфере перманентного кризиса с неизбежными рецидивами масштабного насилия. Вновь хотел бы повторить. Ключевым требованием для восстановления мира и стабильности на палестинских территориях является реализация формулы двух государств, одобренной резолюциями Совета безопасности и Генеральной Ассамблеей ООН. Переходя к оценке общей ситуации в мире, хочу подчеркнуть, что представленные здесь государства имеют действительно огромные возможности и ресурсы, обладают высоким авторитетом на мировой арене. И всё это активно применяют для того, чтобы реально содействовать обеспечению глобальной безопасности, продвижению в мире процессов устойчивого развития. Многие из наших стран выдвинули в этом контексте свои весьма полезные инициативы. Со своей стороны России выступилась идея формирования на инклюзивной и недискриминационной основе системы равной и неделимой безопасности в Евразии. Речь идёт о том, чтобы общими усилиями надёжно гарантировать подлинную стабильность и создать условия для мирного развития всех государств и народов на континенте. И, конечно, символично, что наше сегодняшнее заседание проходит в день организации объединённых наций. Именно 24 октября 1945 года вступил в силу Устав ООН, принципы которого на протяжении уже без малого восьми десятилетий составляют фундамент между государственных отношений и международного права. Всемирная организация призвана и впредь играть центральную роль в поддержании мира и безопасности, в содействии устойчивому и поступательному росту. При этом важным для дальнейшего эффективного функционирования ООН считаем адаптацию её структуры к реалиям 21 века, расширение представленности в Совете о безопасности и других ключевых органах стран Азии, Африки и Латинской Америки, в том числе тех, чьи лидеры находятся в этом зале. Давно назрело и реформирование ООНовских институтов развития и глобальных финансовых структур. Вес развивающихся стран мировой экономики кардинально изменился за последние десятилетия. Но это, в частности, не нашло адекватного отражения в системах управления Международного валютного фонда, Всемирного банка и других многосторонних банков развития. Отцы-основатели ООН видели её предназначение в том, чтобы быть центром для согласования действий нации. Потому что сообща и коллективно можно действительно отвечать на глобальные вызовы и угрозы, решать такие задачи, как борьба с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией, организованной преступностью, включая криминальное использование информационных технологий. И, конечно, обеспечивать устойчивый экономический рост на благо всего развития и процветания, всеобщего развития и процветания. Очевидно, что следующая волна глобального экономического подъёма зарождается именно в странах мирового большинства. Поэтому пришло время пообсуждать идею создания собственной платформы для раскрытия потенциала наших растущих экономик. Её цель – увеличить инвестиционные потоки в страны БРИКС, глобального Юга и Востока и сделать акцент на вложении средств в большие инфраструктурные и технологические проекты. Важно выстраивать альтернативные, надёжные и свободные от любого диктата многосторонние финансовые механизмы, производственные логистические цепочки, наладить обмен технологиями и передовыми знаниями, развивать и повышать пропускную способность новых международных транспортных коридоров. Россия совместно с партнёрами работает по таким глобально значимым маршрутам, как Север-Юг и Северный морской путь, и мы приглашаем к сотрудничеству все заинтересованные страны. Как мы хорошо знаем, особое место в тематике устойчивого развития занимает климат. Логично, что международная климатическая повестка должна быть направлена на выработку практических решений проблемы глобального потепления. И здесь важно обеспечить доступ стран глобального Юга и Востока к финансированию и технологиям, помочь им адаптироваться к изменениям климата. Подчеркну, Россия стремится самым активным образом участвовать в общем мировом климатическом процессе. Наша страна является одним из лидеров по вкладу в сокращение выбросов парниковых газов, а её энергобаланс – один из самых зелёных в мире. Доля экологически чистой газовой атомной гидрогенерации составляет у нас 85%. На российской территории находятся более 20% мировых лесов, которые, поглощая парниковые газы, помогают замедлять глобальное потепление. Россия также вносит серьёзный вклад в обеспечение мировой продовольственной и энергетической безопасности. Только за последний год направили на экспорт свыше 100 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции, вышли в лидеры по поставкам зерновых, удерживаем ведущие позиции на рынке энергоносителей. В рамках БРИКС мы инициировали создание зерновой биржи. Рассчитываем, что такой механизм будет способствовать установлению прозрачного и невосприимчивого к внешним рискам режима торговли агропродукции как между участниками объединения, так и с другими нашими партнёрами. Подытоживая, хочу ещё раз отметить, что Россия, как и все государства БРИКС, открыта к совместной работе со странами глобального Юга и Востока по продвижению инклюзивного и устойчивого развития в целях построения лучшего мира. Мира, в котором будут учитываться мнения и интересы каждого народа, уважаться их право на суверенное развитие, их самобытность, признаваться абсолютной ценностью всех без исключения культур, традиций и религий. Рассчитываю, что сегодняшняя дискуссия будет носить конструктивный и обстоятельный характер, внесёт вклад в решение актуальных вопросов региональной и глобальной повестки. Благодарю за внимание и с удовольствием передаю слово председателю Китайской народной республики, господину Син Цзиньпинь. Пожалуйста. Уважаемый президент Путин, коллеги, благодарю президента Путина и правительства России за организацию сегодняшнего диалога литров в формате BRICS+. Рад приветствовать всех коллег и встретиться с давними и новыми друзьями здесь, в Казани. Коллективный подъём стран глобального юга — это яркая примета динамично меняющегося мира. Их совместное движение к модернизации знаменует собой знаковые события в мировой истории и небывалое великое начинание в цивилизации человечества. Однако, в силу суровых вызовов перед делом мира и развития, путь глобального юга к возрождению лёгким не будет. Мы, как ведущие страны глобального юга, обязаны объединять умы и усилия, смело взять на себя ответственность за формирование сообщества единой судьбы человечества. Важно отстаивать мир во имя общей безопасности. Нам следует быть конструктивным фактором защиты мира, наращивать глобальное управление в сфере безопасности для комплексного урегулирования горячих точек. Выдвинутая мной инициатива по глобальной безопасности встретила позитивный отклик и получила важную отдачу во многих сферах, включая обеспечение региональной стабильности. Китай вместе с Бразилией опубликовали консенсус из шести пунктов по урегулированию украинского кризиса. Вместе с соответствующими странами мы инициировали создание на площадке ООН группы друзей мира. Важно как можно скорее топиться от эскалации ситуации и пророжить путь к баллистическому урегулированию кризиса. В июле этого года в Пекине состоялось межпалестинское примирение по итогам которого был сделан важный шаг к достижению мира на Ближнем Востоке. Нам нужно и дальше содействовать полному прекращению огня в секторе газа и восстановлению двугосударственной формулы с целью прекращения войны в Ливане и не допущения гибели и страдания мирных людей в Палестине и Ливане. Важно восстановить развитие во имя всеобщего просвидания. Глобальный юг возник для развития и укрепляется в процессе развития. Нам следует выступать с цельженевой силой для всеобщего развития, принимать активное участие и играть направляющую роль в реформировании системы глобального экономического управления, способствовать наделению тематики развития центральным местом в международной торгово-экономической повестке дня. За три года после выдвижения инициативы по глобальному развитию уже задействовано примерно 20 миллиардов долларов США в качестве фонда развития для реализации более чем 1100 проектов. Недавно в Шанхае был открыт Центр передового опыта глобального альянса по искусственному интеллекту о промышленности и производстве. Будем создавать еще онлайн-платформу глобального сотрудничества по умной таможне и демонстрационный центр таможни стран BRICS. Приветствуем активное участие всех стран. Важно активизировать межцивилизационные обмены во имя многобразия и гармонии. Многобразие цивилизации яркая черда нашей планеты. Важно быть активными сторонниками межцивилизационного обогащения, укреплять контакты и диалог, поддерживать друг друга следование пути, модернизация в соответствии с собственными реалями. Выдвинутая муной глобальная связационная инициатива именно нацелена на строительство цветущего сада мировых цивилизаций. Китай готов в качестве координатора создавать альянс сотрудничества аналистических центров глобального юга в целях содействия к гуманитарному диалогу и обмену опытом в области государственного управления. Уважаемые коллеги, по итогам третьего пленума СК КПК 20-го созыва разработан комплексный план по тайнейшему всестороннему углублению реформы и продвижению китайской модернизации, что непременно принесет все большие возможности всему миру. В прошлом месяце на полях саммита форума китайско-африканского сотрудничества были объявлены 10 партнерских действий Китая с Африкой для совместного продвижения модернизации и это послужит новым импульсом для достижения модернизации глобального юга. Как бы ни изменилась международная обстановка, китайская страна будет всегда заботиться о странах глобального юга, стоять рядом с ними и поддерживать присоединение всего большего количества стран глобального юга к Тиземеси БРИКС в качестве государств членов, стран-партнеров или в формате БРИКС+. Формировать мощную силу глобального юга во имя сообщества единой судьбы человечества. спасибо господину президенту Путину за огромную подготовительную работу к нынешнему саммиту. Спасибо за успешное проведение саммита БРИКС. Я выражаю свое поздравление. Спасибо за внимание. Спасибо большое господин председатель. Китай очень много делает и для развития БРИКС и в целом для того, чтобы ситуация на международной арене складывалась самым благоприятным образом и соответствующие ресурсы вкладывает административные и финансовые. Так что вам большое спасибо. Я хотел бы передать слово нашим египетским друзьям. Пожалуйста. Президент Аль-Сеси. Пожалуйста. Благодарю вас, господин президент, во имя Аллаха милостива милосердного. Ваше высокопревосходительство президент Российской Федерации Владимир Путин, Ваше Величество, главы государства и правительств. Хотел бы прежде всего поблагодарить его превосходительство президента России Путина за его приглашение принять участие в пленарном заседании нашего объединения Аутрич Брикс Плюс. Хотел бы также поприветствовать глав государств и правительств, которые участвуют в этом заседании, подтверждающим возрастающую значимость объединения Брикса и особенную важность во взаимодействии, эффективном взаимодействии вместе с другими странами вне рамок этого объединения. Дамы и господа, сегодняшнее заседание проходит в очень сложной международной обстановке, кризисы и другие вызовы, с которыми мы все сталкиваемся, представляют собой угрозу многополярной системы. И мы вместе с другими государствами сейчас выступаем за то, чтобы сплотить усилия всех стран, развивающихся стран и укрепить взаимодействие в рамках Юг-Юг. В этой связи хотел бы сказать, что нельзя говорить о кризисах и современных международных вызовов, не затрагивая ближневосточный кризис. Мы видим израильскую войну, которая продолжается в течение более чем одного года против арабского народа Палестины, который живет в условиях блокады в секторе Газа, живет в условиях массовых убийств, репрессий и расправ. И эти агрессивные действия распространяются также на территорию Ливана. Кроме этого необходимо сказать, что отсутствует механизм, который позволил бы призвать к ответу и правосудию тех, кто развязал эту войну, тех, кто нарушает постоянно права человека, нарушает международный правопорядок, устав организации объединенных наций и принципы международного гуманитарного права. Сейчас многие страны также сталкиваются с угрозой, которая нависла на судоходство в Адонском заливе и в Красном море. Ваше величество, ваше высокопревосходительство, мы высоко ценим работу форума Брикс-Пляс, учитывая, что этот форум является площадкой для развития сотрудничества, для укрепления взаимных консультаций между странами Брикс, странами Юга, и в этой связи хотел бы подчеркнуть следующие моменты. Во-первых, необходимо сделать все для того, чтобы извлечь максимальную пользу из нашего взаимодействия с международными финансовыми институтами. во-вторых, мы высоко оцениваем такие подобные совещания, которые проходят сегодня, так как они направлены на укрепление сотрудничества в рамках Юг-Юг, а также на активизацию таких механизмов, как обмен опытом в различных областях, осуществление совместных проектов и так далее. В-третьих, необходимо также упрочить механизм наших взаимных консультаций. Это очень важно, так как мы должны противостоять попыткам навязать односторонние решения со стороны Ряда Слова. Дамы и господа, в заключении своего выступления я хотел бы подчеркнуть готовность Египта к совместным действиям в рамках объединения Брикса страны Юга, что отвечает нашим общим целям. Благодарю вас, спасибо за внимание, мир вам, милости, благословения Всевышнего. Спасибо большое. Египет активно работает в рамках Брикс и стал полноправным участником объединения. Мы очень рассчитываем на то, что ваша страна внесёт существенный вклад в развитие и работу всей организации. Спасибо большое. Я сейчас предоставляю слово представителю, госсекретарю Федеративной Демократической Республики Эфиопия. Пожалуйста, прошу вас. Ваше превосходительство, господин президент Российской Федерации Владимир Путин, Ваше превосходительство, главы государств и правительств, уважаемые члены делегации. Хотел бы поблагодарить его превосходительство Владимира Путина за то, что он сегодня приглашает членов Брикс и представителей глобального юга на это важное заседание. Сегодня наши переговоры в кругу развивающихся стран с трансформирующейся экономикой помогут нам наладить диалог юг-юг и сотрудничество юг-юг с тем, чтобы с помощью нашего общего видения и совпадающих целей ускорить развитие юга и улучшить глобальное управление. Господин президент, как страны глобального юга мы чувствуем историческую возможность и ответственность скоординировать позиции, работать сообща над преодолением множества кризисов, с которыми сталкивается сегодня мир. Мы можем сегодня разрешить конфликты, которые свирепствуют в разных регионах мира, снизить человеческие страдания и облегчить их, достичь целей устойчивого развития с помощью мобилизации помощи в области развития и снижения долгового времени на наших стран. Мы считаем, что транспарентные процедуры снижения долговой нагрузки сегодня достижимы, они будут способствовать устойчивому развитию, доступ к критическому конституциональному соглашению сегодня затруднен некоторыми условиями, которые выставляются развивающимся странам. А он ведь очень важен, поэтому требуются необходимые экономические преобразования и реформы. Мы понимаем, что сегодня растет доля развивающихся стран и важность развивающихся рынков, поэтому нам необходимо укрепить солидарность и партнерство, говорить единым голосом и использовать процесс реформы глобального управления. Эфиопия считает, что реформа многосторонних экономических финансовых институтов должна стать приоритетом нашего сотрудничества. Основным приоритетом мы должны работать рука о демократить. Нужно демократить репрезентацию глобального сауза, особенно Африка, в обеспечивающейся части Африки в общих процессах принятия решений. Необходимо также пересмотреть систему квот, для того, чтобы отражать текущее экономическое состояние развивающихся государств-членов. Глобальный юг должен стремиться к тому, чтобы использовать имеющиеся возможности для принятия решений, для обеспечения новых финансовых возможностей для целей развития. Господин президент, Ваше превосходительство, сотрудничество между странами глобального юга имеет потенциал для роста, для повышения продуктивности развивающихся стран. Необходимо в этой связи работать усердно для того, чтобы повышать уровень торговли, инвестиций, финансирования целей развития. Рыночные возможности, которые при учете уровня населения возрастают на фоне технологических развития, растет и уровень торговли, и мы можем стать локомотивом в этом общем процессе. Необходимо снимать торговые барьеры для того, чтобы использовать открывающийся потенциал, раскрывать рынок, устранять соответствующие квоты и обеспечивать те возможности, которые есть в торговле. Господин президент, Эфиопия глубоко беспокоена растущей эскалацией конфликта в Ливане, в Газе. Гражданские лица страдают, безотрадные последствия разворачиваются на наших глазах, растет напряженность на Ближнем Востоке. Мы призываем к немедленному прекращению огня, диалогу, для того, чтобы положить конец конфликту. во всех случаях гражданские лица должны быть защищены, все региональные заинтересованные стороны должны проявить максимальную сдержанность и выбрать путь диалога и мирного разрешения споров. Двухгосударственное решение израильско-палестинского вопроса должно обеспечить мирное достижение тех задач, которые были поставлены резолюцией Совбеза ООН. Так мы обеспечим прочный мир в этом регионе. Господин президент, в заключение, Эфиопия считает, что сотрудничество Юг-Юг имеет потенциал для внесения важного вклада, для преодоления глобальных вызовов, для поддержания мира, безопасности, преодоления бедности, содействия развитию и также преодоления последствий изменения климата. В этой связи хочу вновь выразить приверженность моей страны консолидации работе БРИКС с развивающимися рынками, развивающимися странами на основе принципов равенства, солидарности и взаимоуважения. Благодарю вас, господин президент. Спасибо большое. Эфиопия активно включилась в работу БРИКС и уверен, что с учётом темпов развития вашей страны, её роста, её значения и в Африке и в мире она внесёт свой вклад и в дальнейшем в работу нашего объединения. Благодарю вас. Пожалуйста, слово президенту Исламской Республики Иран. Во имя Бога милостивого милосердного уважаемый Владимир Владимирович Путин, уважаемые головы государств, правительств, ваше височество превосходительства, дамы и господа, я надеюсь, благодаря данному совместному интерактивному форуму, а также вдохновляющей теме этого саммита, как БРИКС и Глобальный Юг, совместное построение лучшего мира, мы сможем сделать значительный шаг на пути к созданию лучшей системы и более справедливой системы в отношении между нашими сторонами. Этот саммит является первым саммитом БРИКС плюс после расширения имеет большое значение для Исламской Республики Ирана и новых членов. Присоединение новых членов с начала 2024 года и выраженный интерес многих стран других к сотрудничеству с БРИКС демонстрирует успех и растущие влияние этой группы и этого объединения. Уважаемые дорогие коллеги, формирование коалиции и стремление к конструктивным и дружественным отношениям является частью сегодняшней реальности и желания многих стран и международных актёров освободиться от односторонности. Основы односторонних подходов и основаны на однополярной гегемонии чрезвычайно шатки. Многие международные структуры и механизмы возникшие из этого подхода, такие как Совет безопасности, Международный валютный фонд и правозащитные ушеджения и другие примеры потеряли свою предъедущую эффективность. Я думаю, что вы все согласитесь со мной, что именно поэтому объединение БРИКС со своими высокими популярными целями смогло стать успешной моделью сотрудничества и сближения между сторонами на региональном и международном уровне. БРИКС ГОЛОБАЛЬНОЙ ЮГИ совместное построение лучшего мира это воплощает тот факт в жизни, что построение лучшего мира невозможно в одиночку. В сегодняшнем взаимосвязном мере совместная воля и действия необходимы для фундаментальных изменений, требующих реформирования ненашней системы и создания более сбалансированного порядка на основе справедливости и также стабильности. Другими словами, лучший мир был бы местом, где нет следов наложенных санкций, актов агрессии, войны и завоеваний или геноцида. За последний год наш мир столкнулся с многочисленными событиями в многих компонентах мира и безопасности, особенно в регионе Западной Азии. Были ослаблены многие позиции или подвергнуты угрозам. Сионистский режим пренебрегая международным нормам и попирал суверенитет многих других государств и добавил еще одну темную страницу в свою историю. С большим сожалению, продолжает совершать преступления и безжалостно убивает женщин и детей. Пламя в войне по-прежнему бушует в секторе газа. Как вы видите, в ливанских городах также видят войны. И международные институты, и органы, в первую очередь Совет безопасности ООН, как единственная сила международного мира и безопасности, не обладает необходимыми инструментами для тушения данного огня. Более того, непоколебимая поддержка западных стран, возглавляемая Соединенными Штатами, и сионистский режим сделает все возможное для себя и для того, чтобы дальше идти по региону и расширять зону войны. Исламская Республика Иран глубоко убеждена, что региональные и международные кризисы не могут быть решены без совместных усилий. Поэтому в рамках наших принципиальных принципов мы всегда стремились создавать интеллектуальные и эффективные сети торговых отношений и прилагать все усилия для укрепления международного сотрудничества. Я думаю, что несмотря на то, что в нарушении всех международных норм и прав человека наложение односторонних санкций поставило под угрозу международные нормы, а многие процессы развития столкнулись с проблемами из-за принудительных и ограничительных политической злоби США и западных стран. Поэтому БРИКС и БРИКС должны разработать и внедрить прозрачные, справедливые, инклюзивные и недискриминационные принципы для сотрудничества, для того, чтобы был у нас прекрасный и прозрачный механизм для многосторонной торговли с особым акцентом на глобальный юг и развивающиеся страны. Незаконные санкции оказывают разрушительное действие на международные отношения и препятствуют доступу стран к их финансовым ресурсам, затрудняет их эффективное участие в процессах международного сотрудничества, таких как борьба с негативными последствиями, изменение климата, глобального потепления и деградация окружающей среды и оказание гуманитарной помощи. Ваше превосходительство, многие страны, являющиеся членами или странами сотрудничающими с группой BRICS, обладают динамичной и развивающейся экономикой. Этот потенциал несет в себе ценные возможности, которые при вынимании и усилиях по созданию глубоких экономических и торговых связей могут принести необходимые нам результаты и преимущества. Использование национальных валют для торговли новых банковских платформ цифровых валют, укрепление нового банка развития и резервных соглашений на случай непредвиденных обстоятельств, а также подобные меры могут создать лучший мир для всех, к чему мы все стремимся. Новые технологии, особенно искусственный интеллект, окажут стратегическое значительное влияние на нашу жизнь, в ближайшем будущем односторонние страны, которые ведут одностороннюю политику, как и в прошлом, будут налагать множество ограничений на доступ к этим технологиям. С большим сожалением, чтобы противостоять этим ограничительным мерам, мы должны быть вместе, мы должны сотрудничать друг с другом, мы должны делиться между собой разработками и технологиями. уважаемые коллеги, географический охват BRICS представляет уникальную возможность облегчения трансконтинентальных связей, а также достижения общих интересов и общих целей, что окажет значительное влияние на сокращение существующего разрыва и развития, а также повещение уровня благосостояния для всего населения мира. Будущее принадлежит странам, которые играют наибольшую роль в создании сближения и установлении нового порядка между всеми странами. В заключение я бы хотел еще раз поблагодарить моего друга господина Владимира Путина за прекрасный прием и проведение этой важной встречи в прекрасном городе Казани. Желаю всем вам успехов. Спасибо вам большое. Большое спасибо уважаемый господин президент. Мы очень рассчитываем на активную работу в Ирана в нашем объединении и конечно я бы сказал в своем вступительном слове мы все очень обеспокоены развитием ситуации и в Газии и в регионе в целом и конечно рассчитываем на то, что будут использованы все возможные варианты для снижения напряженности и для недопущения разрастания конфликта в регионе в целом. Я со многими вчера коллегами разговаривал все исходят из этого и мы желаем тоже вам успехов в разрешении тех сложных узлов и противоречий которые в регионе складывают. Спасибо большое. Пожалуйста слово президенту Южноафриканской республики господину Ромафози. Пожалуйста. Ваше превосходительство господин Путин Ваше превосходительство уважаемые лидеры государств БРИКС лидеры региональных и глобальных учреждений Ваше превосходительство Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш Ваше превосходительство министры дамы и господа для начала хочу поздравить господина Путина с председательством важным саммити БРИКС так мы придем к принятию важнейшей декларации саммита БРИКС Аутрич БРИКС Плюс это важные площадки для развития крепких связей между странами от большого глобального юга и развивающихся рынков эти площадки необходимо использовать для того чтобы обеспечивать конструктивное взаимодействие нужно использовать площадку БРИКС для того чтобы вносить вклад в социально-экономические и культурные аспекты развития наших народов мы приветствуем российские проекты которые направлены на укрепление государственных БРИКС через различные меры которые реализуются в частности сети транспорта взаимосвязанности это во многом поможет нам найти способы интегрировать и обеспечить взаимосвязанность между нами новым и альтернативным способами зона свободной торговли Африки внесет значительный вклад для того чтобы использовать имеющиеся возможности в области торговли инвестиций для глобальных компаний кроме того будут созданы возможности которые приведут к более комплексному взаимосвязанному континенту единый авиарынок Африки это еще один крупный проект в соответствии с повесткой года 2063 года Африканского Союза это проект АЭС по созданию единого рынка авиатранспортировок в Африке для того чтобы обеспечить экономическую интеграцию стран континента для БРИКС и друзей стран БРИКС нужно пользоваться соответствующими возможностями для того чтобы повысить уровень взаимосвязанности в большом глобальном юге содействие развитию связи и торговли в регионе может быть успешным только при условиях мира и стабильности ваше превосходительство Южная Африка обеспокоена военными действиями ведущимися со стороны государства Израиль против народа Газа мы описали это словом геноцид для нас это вызывает большую тревогу этот геноцид привел к тому что ЮАР обратилась к международному суду ООН для того чтобы прекратить убийство невинных людей женщин детей в Газе по нашему мнению мир не может просто быть наблюдателем избиения невинных людей ЮАР всегда была привержена реализации всех усилий по обеспечению устойчивого палестинского государства сосуществующего в мире с Израилем в рамках международно признанных границ 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме в соответствии со всеми резолюциями ООН международным правом и международно согласованными параметрами мы призываем международное сообщество и Совбез ООН заняться вопросом решения этого разрастающегося конфликта в Судане в Африке начался второй год ужасающего конфликта разрушений это еще один конфликт который казалось бы мир забыл продолжающиеся конфликты в Сахеле в регионе Великих озер в Африке также продолжаются мы должны найти прочные решения для всех этих конфликтов мы должны сохранять приверженность мирному разрешению всех споров через переговоры через инклюзивный диалог мы должны обеспечить возможность государствам стремиться к независимой внешней политике и сохранять многостороннюю систему ведь это краеугольный камень международных отношений на этой основе процветает мир и развитие существующие глобальные механизмы учреждения они должны быть и укреплены и реформированы для того чтобы вносить конструктивный вклад в обеспечение мира на земле безопасности мы не можем позволить чтобы конфликты продолжались до бесконечности мы обязаны найти подходы к миру в нашем стремлении к созданию справедливого и процветающего мира нужно создать условия мира через акцент на устойчивом развитии кроме того нужно и далее поддерживать государства народы которые хотят положить конец порочному кругу конфликтов и перейти наконец к миру благодарю большое спасибо уважаемый господин президент южноафриканская республика много делает для развития нашей организации и для того чтобы в африке ситуация развивалась в позитивном ключе с удовольствием передаю слово министру иностранных дел Бразилии пожалуйста Ваше превосходительство господин президент Путин главы государств и правительств и приглашенные гости для меня большая честь представлять президента Лула на этой пленарной сессии саммита БРИКС и также очень приятно находиться здесь среди друзей БРИКС особенно рад решению которое мы только что приняли БРИКС это не просто пять букв за этими пятью буквами стоит реальность которая была построена в течение очень многих лет БРИКС во многом обязан группе 77 и движению неприсоединения мы наследники тех кто боролся за новый мировой экономический порядок и кто наметил цели устойчивого развития мы основные движущие силы экономического развития которые переживает мир в этом столетии глобальный юг это позитивная сила мира в прошлом Лига арабских государств возглавила мирную инициативу предлагающую реалистичный и сбалансированный вариант решения израильского палестинского конфликта сегодня Египет является незаменимым игроком в оказании помощи гуманитарной помощи нуждающимся в Газе в то время как Катар выступает в качестве моста между Хамас и израильскими властями Бразилия была той страной которая во время своего председательства в Совете безопасности ООН в октябре прошлого года впервые предложила резолюцию о текущей ситуации в Газе она была отклонена посредством вета одной из стран Африка Дусул Южная Африка была той страной которой мужественно обратилась в международный суд чтобы положить конец геноциду в отношении палестинского народа страны глобального юга проголосовали за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН призывающей к прекращению военных действий между тем роль которую сыграли другие страны была как минимум разочаровывающей те кто называют себя защитниками прав человека закрывают глаза на величайшие зверства современной истории они подрывают авторитет Совета безопасности и целостность международного гуманитарного права мира не будет до тех пор пока не будет независимого палестинского государства решение о его существовании было принято 75 лет назад организации объединенных наций но тот же ООН который создала государство Израиль Израиль теперь связано по рукам и ногам нет оправдания террористическим актам подобным тем что совершает Хамас но непропорциональная реакция Израиля стала коллективным наказанием палестинского народа в Газу было брошено больше взрывчатки чем в Дрезден Гамбург и Лондон во время Второй мировой войны и по мере того обострения ситуации в Ливане потребуется предельная осторожность чтобы этот конфликт не перерос в тотальную войну избежание эскалации также имеет решающее значение в конфликте на Украине это послание которое пытаются распространить Бразилия и Китай а также 11 стран мы создали клуб мира для создания диалога и поиска долгосрочного решения и это решение произойдет только через уважение принципов суверенитета территориальной ценности и рассмотрение законных интересов безопасности со всех сторон нам нужен мир чтобы снова сосредоточиться на решении самых больших проблем нашего времени Бразилия выбрала социальную интеграцию борьбу с изменениями климата и реформ глобального управления в качестве своих приоритетов на время нашего председательства пример Кубы показателен что в течение шести десятилетий ее экономика страдает и сейчас делается для того чтобы усугубить энергетическую ситуацию и ситуацию в области здравоохранения в этой стране мы также возобновляем уверение в нашей солидарности кубинскому народу и надеемся что эти что будут приняты меры и Куба будет исключена из стран спонсоров терроризма и мы считаем что это включение было незаконным бразильские приоритеты в большой двадцатке это социальная интеграция борьба с климатическими изменениями а также борьба за реформу глобального управления и создание институтов мирового финансирования мы приглашаем всех присоединиться глобальному альянсу против бедности и голода мы стремимся мобилизовать ресурсы для реализации политики против этих проблем мы также призываем всех повысить уровень своих амбиций в отношении их национальных вкладов в борьбу с глобальным потеплением при подготовке КОП-30 в Белине мы можем быть еще смелее и сильнее и мы не должны отказываться от принципа общей но дифференцированной ответственности мы должны объединить наши усилия чтобы не остаться позади в энергетическом переходе и цифровой революции мы не можем ограничиваться позицией поставщиков природных ресурсов работая по той же логике основных экспортеров которая существовала столетия назад мы также не можем чувствовать себя комфортно в позиции наблюдателей эволюции искусственного интеллекта мы должны принять непосредственно участие в его регулировании и получить справедливую компенсацию за использование наших данных в этом году председательство Большой двадцатки одобрило важный призыв к действию в реформе глобального управления который получил поддержку многих стран присутствующих здесь Бразилия рассматривает возможность для того чтобы внести в Генеральную Ассамблею предложение о созыве конференции по пересмотру Устава ООН на основе статьи 109 мы хотим изучить эти вопросы во время нашего председательства БРИКС в следующем году в которой будет тема укрепления глобального сотрудничества Юга для более инклюзивного и устойчивого развития Большое спасибо Большое спасибо Большое спасибо за вашу вклад в нашу работу Слово министру иностранных дел Индии Пожалуйста Большое спасибо Ваше превосходительство уважаемый президент Владимир Путин уважаемые Ваше превосходительство дамы и господа для меня большая честь представлять премьер-министра Нарендра Моди в формате БРИКС Аутрич я хотел бы всех вас поприветствовать от его имени позвольте присоединиться к коллегам которые уже поблагодарили президента Владимира Путина за прекрасную организацию и гостеприимство Ваше превосходительство мы сталкиваемся с парадоксом он состоит в том что сейчас происходят большие изменения однако некоторые проблемы стали лишь более серьезными с одной стороны это касается постоянной диверсификации потребления страны которые сейчас обрели независимость колониального режима ускорили свой социально-экономический прогресс появился новый потенциал и новые возможности и появилось больше возможностей использовать свой талант для людей однако мы приводим к политическому и культурным разбалансировке и нам необходимо сейчас задуматься о создании реального многополярного мира БРИКС уже является свидетельством того как глубоко меняется старый миропорядок в то же самое время мы видим что многие проблемы которые начались уже в прошлом продолжаются и сейчас они обрели новые формы проявления мы наблюдаем это в подходе к управлению современными технологиями и ресурсами давайте признаем что преимущества глобализации распределяются очень неравномерным образом помимо всего этого пандемия ковид-19 усугубила бремя которое несет на себе глобальный юг мы видим проблемы в сфере продовольствия безопасности здравоохранения саммит будущего подчеркнул что мир находится в реальной угрозе и мы можем не справиться с достижением цели устойчивого развития как мы можем исправить ситуацию важно чтобы изменения приносили свои плоды и тем кто сейчас остается за бортом как мы можем обеспечить более справедливый миропорядок во первых путем укрепления и расширения площадок которые носят независимый характер и расширяя выбор в различных сферах и минимизируя при этом чрезмерная зависимость от тех от кого мы могли бы отказаться во вторых мы можем реформировать уже существующие механизмы и институты прежде всего Совет Безопасности ООН включая его постоянных и непостоянных членов таким образом многосторонние банки развития сталкиваются с тем что их процедуры являются настолько же ускорилами как и процедуры ООН в рамках председательства группы 20 мы пытались заняться этим вопросом и сейчас мы рады видеть что Бразилия продолжает работу по этим же темам третье необходимо сформировать больше хабов производства нам необходимо помнить что требуется более устойчивой цепочки поставок для того чтобы обеспечить потребности каждого региона и в каждом регионе должны быть свои производственные мощности и возможности четверто нам необходимо скорректировать те перекосы в глобальной структуре которые являются наследием колониальной эпохи необходимо чтобы у нас была большая взаимозавязанность транспортная взаимосвязанность чтобы мы могли лучше справляться с рисками это коллективное действие которое приносит всем пользу при этом необходимо уважать территориальную целостность и суверенитет наконец мы можем делиться друг с другом нашим опытом и инициативами у нас формируется цифровая инфраструктура мы можем формировать новые платежные инфраструктуры и интерфейсы все это очень важная задача коалиция по созданию инфраструктуры устойчивой к катастрофам различные инициативы включая альянс по большим кошкам это все инициативы которые находят большой отклик среди многих они помогают нам справляться с природными бедствами или экономическими кризисами во всех этих сферах нам необходимо выносить свой вклад ваше превосходительство необходимо эффективно отвечать на существующие проблемы премьер-министр Моди подчеркнул что сейчас мы живем не в эпоху войны есть разногласия есть споры но они должны решаться посредством диалога и дипломатии и когда мы заключаем соглашения очень важно их соблюдать международное право должно соблюдаться без каких-либо исключений и у нас не должно быть никакой терпимости по отношению к терроризму ваше превосходительство ситуация на Ближнем Востоке это естественная причина для беспокойства мы боимся что конфликт будет распространяться и дальше по регионам морская торговля уже пострадала от этого человеческие и материальные последствия дальнейшей эскалации будут весомыми и любой подход должен быть справедливым и прочным он должен привести к созданию двух государств ваше превосходительство мы встречаемся в непростое время мир должен быть готов задуматься со свежим взглядом над решениями важно чтобы мы были готовы к решительным действиям большое спасибо большое спасибо Индия демонстрирует уникальные уникальные темпы роста семь с половиной процентов ВВП и народонаселение десять миллионов плюс каждый год это конечно впечатляет вносит серьезный вклад в развитие нашей организации я хочу вас поздравить с успехами которые Индия демонстрирует спасибо большое пожалуйста слово зам премьера министра Объединенных Арабских Эмиратов Ваше Высокопревосходительство дамы и господа Ваше Высокопревосходительство Владимир Путин президент Российской Федерации прежде всего я хотел бы передать вам привет от шейха Мухаммада Бензайда Аль-Нагаяна президента государства Объединенные Арабские Эмираты хотел бы обратиться со словами благодарности к вам поблагодарить также российское председательство БРИКС в этом году мы высоко оцениваем эти усилия которые направлены на укрепление международного диалога в тот самый момент когда мы нуждаемся в совместной деятельности для того чтобы противостоять существующим вызовам и сейчас когда Россия председательствует в БРИКС выкристаллизовывается общее коллективное видение не только по решению проблем но и по видению будущего трека будущего который бы гарантировал благосостояние и процветание всем народам мира нужно сказать что объединение БРИКС не сводится только к экономическому сотрудничеству это образец того партнерства которое позволяет нашим странам использовать опыт друг друга и это основа из которой исходит Объединенные Арабские Эмираты которые поставили этот принцип по главу угла и мы верим и убеждены в том что подлинное партнерство должно основываться на общих интересах а не на сейминутной выгоде сегодня мы собираемся вместе с нашими странами друзьями БРИКС и сегодня мы видим что мир сталкивается с беспрецедентными вызовами которые затрагивают по сути дела каждое государство независимо от его уровня экономики и его географического местоположения я имею ввиду экономические преобразования изменения климата и другие вызовы с которыми мы сталкиваемся например в сфере энергетики и цель а также сущность нашего сотрудничества в объединении БРИКС состоит именно в этом мы должны придерживаться устава объединенных наций резолюции Совета безопасности как основы нашего сотрудничества осуществление мира и стабильности во всем мире конечно связано с созданием общего международного всемирного фронта который способен противостоять существующим вызовам который способен положить конец страданиям людей гражданского населения в районах конфликтов на этой основе мы призываем к немедленному прекращению огня и боевых действий в секторе газа к тому чтобы без всяких условий была предоставлена возможность доставки гуманитарной помощи нуждающимся в ней представителям гражданского населения в Ливане касаясь ситуации вокруг Ливана мы видим необходимость подтверждения наших общих действий и действий международного сообщества направленных на снижение напряженности и эскалации и также на то чтобы немедленно прекратить огонь в этом регионе мира ваше высокопреосходительство одной из важнейших тем сегодняшнего заседания является укрепление сотрудничества дружественными странами группы БРИКС в различных областях таких как торговля инвестиций устойчивое развитие транспорта продовольственная безопасность и так далее и так далее и в этой связи наше государство убеждено в необходимости расширения масштабов сотрудничества со странами партнерами как возможность для развития общей экономической стратегии в сегодняшнем мире многосторонность это не альтернатива это необходимость так как вызовы с которыми мы сталкиваемся будь то экономические вызовы в сфере климатических изменений социальных и так далее все они с ними нельзя бороться каждой стране отдельно поэтому многосторонность является основой как стабильности так и развития наше государство понимает что основная роль которую играет в развивающиеся страны сейчас принадлежит именно этим странам и мы верим в том что страны мирового юга должны быть партнерами в осуществлении подобной экономической политики и наша страна участвуя в БРИКС а также сотрудничая с партнерами стран БРИКС дружными странами нацелена на укрепление сотрудничества открытости и мы верим в необходимость создания более тесного партнерства использования для этого различных платформ и площадок мы продолжаем поддерживать планы объединения БРИКС по расширению масштабов сотрудничества и взаимодействия с дружественными нам странами и мы готовы к тому чтобы углублять это сотрудничество и в дальнейшем Ваше Высокопревосходительство хотел бы еще раз обратиться со словами благодарности к вам лично к России за великолепную организацию работы за гостеприимство и мы надеемся что результаты нашей сегодняшней работы послужат укреплению сотрудничества между нами благодарю вас за внимание спасибо большое я со своей стороны прошу передать самые лучшие пожелания и слава благодарности президенту объединенных Арабских Эмиратов за активное участие в нашей работе благодарю вас пожалуйста слово председателю Африканского союза президенту Исламской Республики Мавритания Шейху Аль-Гузаани благодарю вас ваше высокопревосходительство президент Российской Федерации ваше высокопревосходительство президента Российской Федерации Владимир Путин председатель объединения БРИКС в этом году уважаемые дамы и господа Я хотел бы прежде всего обратиться со словами искренней благодарности к его превосходительству Владимиру Путину, президенту Российской Федерации и за его любезное приглашение принять участие в этой 16-й сессии группы БРИКС, которая проходит под лозунгом «Укрепление многосторонности» как основа наших действий, поблагодарить вас за гостеприимство и за тёплый приём. Я также хотел бы выразить своё удовлетворение от себя лично, от имени Африканского Союза за признательность и за те усилия, которые прилагаются для того, чтобы Африканский Союз занял своё достойное место в группе 20. Ваше высокопревосходительство, дамы и господа. Объединение БРИКС представляет собой сегодня одну из важнейших площадок для развития многостороннего сотрудничества, особенно между странами глобального юга. И постепенное расширение нашего объединения и в то же самое время определённые различия в уровне развития этих стран, членов, говорят о том, что мы убеждены, что развитие – это не является прерогативой каких-то отдельных стран. Это законное право всех, без исключения государств, независимо от уровня их развития. Поэтому мы должны прислуживаться голосам всех членов, всех наших друзей и партнёров для того, чтобы соблюдать и уважать те приоритеты, которыми они руководствуются. И, конечно, наше сотрудничество для того, чтобы стать устойчивым, должно быть прежде всего носить всеобъемлющий характер. И это наше основное требование, требование и наша позиция в Африканском Союзе по отношению к целям нашего развития. Мы считаем, что определённое замедление в осуществлении целей развития, устойчивого развития и порой неспособность преодолеть все трудности, с которыми мы сталкиваемся как в области безопасности, так и в экономике, и в окружающей среде. Считаем, что это побуждает всех нас действовать так, чтобы преодолеть недостаточный уровень экономического развития ряда стран, преодолеть дисбаланс, складывающийся в экономиках ряда стран. Сегодня можно сказать, что мы и Африканский Союз в целом в определённой мере нуждаются в том, чтобы реанимировать, если можно так сказать, нашу прежнюю динамику отношений, придать ей новое дыхание. И поэтому мы должны использовать все предоставленные нам возможности для развития, для того, чтобы решить такие проблемы, как задолженность, которая, естественно, мешает нашим усилиям по достижению развития. Мы должны преодолеть все сложности совместно, и в то же самое время мы видим, что пока ещё недостаточен уровень представительства Африканского континента в различных международных, особенно финансовых, многосторонних организациях, что не позволяет этим странам также идти в ногу с повесткой дня, которой сегодня руководствуются многие страны в мире. В целом, можно сказать, что необходимо разработать новый устав финансирования развития, который был бы более гибким и устойчивым механизмом по сравнению с тем, что было раньше. Несмотря на то, что пересмотр международной финансовой системы является безальтернативой вещью, несмотря на это переформатирование правил политического администрирования и управления, должно быть связано в то же самое время с решением вопроса безопасности и мира. Поэтому нужно сказать, что, естественно, мы должны избегать того, чтобы поддаваться на различные уловки, на попытку сделать так, прибегать к двойным стандартам в политике ряда стран, не учитывая при этом общечеловеческие ценности. Естественно, мы должны быть обеспокоены ситуацией в Палестине и в Ливане. Я хотел сказать, что недостаточность международной солидарности и международного сотрудничества объясняет некоторые проблемы наши, в том числе на африканском континенте, когда мы не можем покончить с насилием, с терроризмом, который до сих пор сковывает наши усилия по пути развития. Мы заинтересованы в том, чтобы добиться стабильности и безопасности на международном уровне. И, естественно, для этого мы должны сплотиться, показать свою солидарность и многостороннее сотрудничество. Мы все должны укреплять и углублять наше осознание того факта, что у нас общечеловеческая судьба и то, что мы должны действовать совместно для укрепления мира и безопасности. Никто из нас не сможет достичь мира в одиночку. Поэтому мы должны делать это сообща и не использовать для этого только отдельные какие-то случаи или поводы. Поэтому мы выступаем за укрепление многостороннего сотрудничества, за международную солидарность и за реформы международной системы управления и так далее. В этой связи я хотел бы снова с этой трибуны обратиться с призывом дать африканскому континенту предоставить ему постоянное место в Совете Безопасности ООН для того, чтобы голос Африканского Союза, Африканского континента был слышен на международной арене. И это является нашей общей задачей. Я желаю успехов нашему саммиту. Еще раз повторяю, желаю успехов. И я убежден в том, что результаты нашей работы внесут большой вклад в укрепление многостороннего сотрудничества в интересах безопасности и справедливого развития во всем мире. Благодарю вас за внимание. Большое спасибо. Африканский Союз играет очень важную роль на континенте, с которым у России особые исторические и глубокие связи. Мы желаем вам успехов и благодарим за участие в нашей работе. Спасибо большое. Слово президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко. Уважаемые дамы и господа, уважаемый Владимир Владимирович, я поздравляю вас с успешным председательством все вовремя и весьма эффективно. За небольшой по историческим меркам период объединение стало центром притяжения. Именно с ним все больше и больше стран связывают свое представление о справедливом мироустройстве. В таком мироустройстве, где обеспечивается равенство суверенных государств, независимо от их размеров, военной и экономической мощи, где признается право каждого самостоятельно определять идеологию развития и проводить независимую внешнюю политику. БРИКС – это сообщество будущего. По своему потенциалу оно может приблизить конец истории доминирования коллективного Запада, который оказался неспособным нести ответственность за цивилизованное развитие международных отношений. В силах государств участников БРИКС сделать так, чтобы реальные рычаги влияния перешли в руки прогрессивного мирового большинства. Мы полностью разделяем философию БРИКС. Беларусь идет к вам с конкретными идеями и проектами, призванными содействовать решению общечеловеческих проблем. Мы готовы стать активным участником объединения. Беларусь – традиционно ответственный и эффективный партнер. Географическое положение в центре Европы, опыт и достижения позволяют с уверенностью говорить о том, что Беларусь станет еще одним важным пазлом в складывающемся образе будущего нашей организации. Участие в Беларуси расширяет границы возможностей объединения, делая его более универсальным и всеобъемлющим. Позвольте обозначить несколько направлений, в реализации которых мы можем сыграть определенную роль. Первое – безопасность. Взаимное уважение, неделимая безопасность, гарантии странового развития без конфронтации и противоборства – те принципы, на которых необходимо строить наш новый миропорядок с нашей точки зрения. Второе – устойчивое развитие. Для многих стран глобального большинства, как и для нас, особенно актуальна задача построения устойчивых, экономически самодостаточных государств при отсутствии больших запасов природных ресурсов, географических и климатических преимуществ. Беларусь с этим справляется. Мы готовы предложить свой исторический опыт, как стать сильнее самим и сделать сильнее других. Как, вопреки санкционному давлению и попыткам цветных революций, сохранять и приумножать человеческий потенциал, обеспечивать высокие социальные стандарты и достойное качество жизни, коммерциализировать инновации и быстро осваивать технологии. Третье – борьба с голодом, бедностью, последствиями изменения климата. Беларусь – один из ведущих мировых экспортеров минеральных удобрений, широкого спектра продовольственных товаров, сельскохозяйственных машин и технологий. Мы вносим свою лепту в обеспечение продовольственной безопасности в мире, готовы взаимодействовать с коллегами в области аграрной науки по вопросам адаптации сельхозкультурки, изменениям климата, мелиорации, вовлечения земель в сельскохозяйственный оборот. Четвертое – гуманитарная сфера. Белорусское образование ценится в мире. За дипломами по самым востребованным современным специальностям к нам приезжают представители более 110 стран. Важным фактором успешного развития нашего суверенного государства являются сильные научные школы. Среди приоритетов – энергоэффективные технологии, наноматериалы и новые источники энергии, промышленные биотехнологии, медицина и IT-сфера. В Беларуси наработала ряд компетенций в аэрокосмической области, готовы вносить свой вклад в реализацию инициативы о создании спутниковых систем BRICS и в дальнейшем консорциума космических исследований. Будем рады делиться опытом и научно-практическими результатами. Дорогие друзья, у Беларуси высокий уровень взаимодействия и доверительные отношения к абсолютным, с абсолютным большинством стран, представители которых присутствуют в этом зале. Со многими мы имеем уже длительную историю успешного сотрудничества. Теперь мы можем дополнить наши наработки на двустороннем треке новыми достижениями в интеграционном формате. Минск подтверждает полную готовность к полноправному членству в нашей организации. Благодарю за внимание. Беларусь демонстрирует хорошие темпы и качество развития в сфере экономики, социальной области и, конечно, безусловно, внесёт свой вклад в работу нашей организации. Спасибо большое. Слово президенту Лаосской Народной Демократической Республики и председателю одновременно в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Пожалуйста, господин Сусулит. Ваше превосходительство, президент Путин, президент Российской Федерации, уважаемые главы государств и правительств организации БРИКС, Дамы и господа, для меня большая честь и привилегия получить приглашение на саммит БРИКС-аутрич от президента России Владимира Путина, представляющего председательство 16-го саммита БРИКС, которое обеспечило возможность присоединиться к главам государств и правительств стран-членов БРИКС, развивающихся стран глобального юга, здесь, в этом прекрасном городе Казани. Ваше превосходительство, международное сообщество сегодня сталкивается с многочисленными вызовами, и поэтому все сложнее предположить, как мировое будущее будет развиваться дальше. Эти вызовы создают серьезную угрозу глобальному миру, стабильности, безопасности, а также серьезно подрывают попытки развития многих стран, в том числе развивающихся стран. Сегодня, как никогда, БРИКС играет незаменимую роль в изменении мирового порядка и создании механизмов сотрудничества, которые будут взаимно удобны и эффективны для всех стран, особенно для развивающихся стран глобального юга, что, в свою очередь, помогает нам строить лучшее будущее. Эти обязательства полностью соответствуют с темой сегодняшнего заседания «Совместное строительство лучшего мира». В этой связи я бы хотел отметить Российскую Федерацию как страну-основатель БРИКС за то, что они выступили с основными инициативами, установили необходимые рамки сотрудничества, а также помогли нам преодолеть экономические и финансовые сложности, с которыми сталкивается международное сообщество, ваше превосходительство. Лаосская народно-демократическая республика рассчитывает на многосторонние механизмы как основные механизмы достижения устойчивого сотрудничества, а также отмечаем решительную роль создания многостороннего сотрудничества в духе многосторонних механизмов, что особенно необходимо для создания мира безопасности и равноправного развития. Лаос стал председателем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии для того, чтобы вырабатывать устойчивость. Мы обозначили 9 ключевых направлений, в том числе экономическая интеграция, инклюзивный устойчивый рост, экономическое и гуманитарное сотрудничество, сотрудничество в сфере здравоохранения, а также расширение прав и возможностей женщин и молодежи. Помимо этого, мы хотим создать эффективный механизм взаимодействия, который укрепит работу и сотрудничество между членами Ассиан и партнерами Ассиан по диалогу, которые включают также страны БРИКС. В этой связи, позвольте поделиться некоторыми мыслями с вами. Прежде всего, первое, Лаусская Народнепроградическая Республика считает, что БРИКС – это эффективный механизм взаимодействия, который имеет большой потенциал влияния на глобальной арене. Поэтому мы призываем БРИКС продолжать укреплять свое лидерство и двигать мир к справедливому развитию и равенству. БРИКС и развивающиеся страны должны укреплять многостороннее, двустороннее сотрудничество, помогая друг другу и увеличивая помощь глобальному югу. В критически важных областях, таких как торговля, инвестиции, туризм, цифровая трансформация, чистая энергетика, за счет углеродных квот, образования, человеческий капитал – все это создаст благоприятные условия для достижения цели устойчивого развития ООН до 2030 года и обеспечит инклюзивность выполнения этих целей. В свете существенных достижений БРИКС и растущей важности БРИКС на мировой арене, Лаосская Народнепрактическая Республика хочет формально заявить о своем интересе стать членом БРИКС. Мы готовы повысить уровень своего взаимодействия с БРИКС по широкому кругу вопросов. Надеемся на вашу поддержку и принятие Лаоса в качестве будущего члена группы БРИКС. В заключение, Лаосская Народнепрактическая Республика является твердо приверженной сотрудничеству и взаимодействию со странами БРИКС, развивающимися нациями глобального юга. Мы уверены, что результатами нашей дискуссии на этом саммите станут укрепления нашего партнерства с целью построения лучшего мира для всех людей. И я желаю 16-му саммиту БРИКС всего наилучшего и успеха. Большое спасибо, господин президент, за участие в нашей работе и в качестве главы государства, и в качестве председательствующего Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Азия в целом, Южная Азия, Юго-Восточная Азия развиваются быстрыми темпами, и, безусловно, это будет одним из приоритетов нашей совместной работы – участия в работе в этом регионе. Спасибо. Слово президенту Турецкой республики, господину Тайпу Эрдогану. Уважаемые президенты и председатели правительства, искренне приветствую вас от своего имени, от лица моей нации. Я большое удовлетворение испытываю от возможности участвовать на расширенном заседании BRICS, Outreach Plus. Я хотел бы поблагодарить господина Пусина за гостеприимство. Я также поздравляю его за успешное проведение этого саммита. И, кроме того, желаю успеха следующему председателю Бразилии, который будет председателем BRICS. Я благодарю всех друзей, которые выразили соболезнования в связи с подлым нападением террористическим, которое произошло у нас вчера. Но это нападение лишь усилит нашу решительность в борьбе с терроризмом. Сегодня мы видим, что мы сталкиваемся с огромным количеством вызовов, начиная от безопасности, терроризма, климата и продовольствия. Поэтому BRICS, который позволяет нам координировать позиции по этим вопросам, особо приобретает значение в этот период. На фоне хрупкости в социально-экономическом развитии, изменений изменений в раскладах мировых финансовых, мы видим, что система, которая сформировалась после Второй мировой войны, финансовая, требует изменений. Поэтому необходимо вырабатывать более комплексный подход, более сбалансированный подход. необходимо стараться искать решения проблем, используя наш коллективный разум, подключать всех участников к этому. БРИКС предоставляет, верим в то, что БРИКС предоставляет ничем не сравнимый вклад в построение нового справедливого глобального мироустройства. Кроме того, Турция является страной-основателем таких организаций, как, например, Черноморское экономическое сотрудничество, участвует в целом ряде различных многосторонних платформ, в том числе двадцатки. У нас есть и развиваются механизмы сотрудничества со странами практически всех регионов. Мы выстраиваем сотрудничество на логике, чтобы выигрывала каждая сторона. Построение справедливого миропорядка и устойчивого развития возможно только с путём обеспечения стабильности и безопасности на наших границах. Не остановив кровопролития, не остановив кризисы, мы не сможем обеспечить развитие. Израиль продолжает свою агрессивную политику, не хочет приостанавливать кровопролитие. И это превзошло уже все разумные и неразумные рамки. И он, Израиль, вывел этот кризис на новый уровень, напав на Ливан. Но никто, ничто не сможет его отвратить от ответственности. Мы исходим из того, что решение кризиса возможно только на основе формирования и создания независимого палестинского государства с столицей в Восточном Иерусалиме. Это неотъемлемое требование. Поэтому поддержка Израиля оружием и боеприпасами без каких-либо условий лишь только усиливать будет кризис и нестабильность. Мы начали инициативу, направленную на то, чтобы приостановить торговлю, продажу Израилю оружия, в том числе в рамках ООН, рассчитываем на вашу поддержку в этом вопросе. Нам необходимо как можно скорее остановить кровопролитие и слезы, которые льются у людей в этом регионе, страдающих от этого насилия. Я надеюсь, что это заседание пойдёт на пользу нашей общей работе. И ещё раз поздравляю вас с проведением этого саммита. Спасибо большое. Уважаемый господин президент, Турция под вашим руководством проводит независимую внешнюю политику, что вызывает большое уважение. И мы сотрудничаем хорошо в двухстороннем плане. Многое делаем совместно для разрешения различных сложных ситуаций в регионе. Уверен, что и работа Турции в рамках нашей организации тоже будет весьма востребована. Благодарю вас. Слово президента Узбекистана Шафата Мироновича Мерзиеву. Уважаемые главы делегации, хочу присоединиться к словам признательности в адрес президента Российской Федерации уважаемого Владимира Владимировича Путина за традиционный радушный приём и прекрасную организацию нашего мероприятия в древнем Казани, городе тысячелетней истории, где гармонично сочетается культура Востока и Запада. Выступление моих уважаемых коллег подтверждает важность встреч в формате BRICS+, для широкого диалога и открытого обсуждения актуальных вопросов глобального развития. К сожалению, сегодня мир стремительно идёт к расколу. Растёт число войн и конфликтов, которые приносят людям огромные страдания, глубокую боль и невосполнимые потери. Фрагментация мировой экономики и торговли усиливает неравенство, технологический разрыв и протекционизм. Возникают новые барьеры между странами. В этих условиях BRICS действует на основе принципов, таких принципов, как равноправие, внеблокность, учёт интересов друг друга уважения, суверенитета и права на собственный путь развития выступает в качестве авторитетного и динамичного объединения многостороннего сотрудничества и партнёрства. Убеждены, что такая модель взаимодействия может стать прочной основой для формирования новой архитектуры более справедливого мирового порядка при сохранении центральной роли Организации Объединённых Наций. Поддерживаю прозвучавшие призывы к достижению глобального компромисса путём конструктивного диалога, свободного от геополитического соперничества, национального эгоизма и идеологического предвзятности. Считаем, что настало время для реформы мировых институтов управления и расширения ответственного диалога в форматах «Юг-Юг» и «Север-Юг». Уважаемые участники саммита, в ходе продуктивного российского председательства Узбекистан принял активное участие в молодёжном саммите и спортивных играх БРИКС, юридическом и парламентском форумах, встрече высокого уровня в области безопасности и других мероприятий. Мы намерены и далее более активно углублять партнёрств связи государствами БРИКС. Будем эффективно использовать открывающиеся новые возможности в рамках этого объединения. Разделяем фундаментальную приверженность стран БРИКС развитию сотрудничества в целях решения проблем, усугубляющегося глобального неравенства и инклюзивного восстановления экономики. Речь идёт прежде всего о поддержке национальных программ развивающих стран, направленных на преодоление острых социальных и экологических вызовов, снижение уровня бедности, сокращение технологического разрыва и модернизации инфраструктуры. Важную роль в этом могут и должны сыграть многосторонние финансовые институты. Узбекистан намерен установить тесное сотрудничество с новым банком развития БРИКС для реализации приоритетных инвестиционных и социальных проектов. Мы также заинтересованы в расширении практических взаимодействий в таких сферах, как инновация, цифровая экономика, зелёное развитие, энергетика, безбарьерная электронная торговля. Рассчитываем принять участие в совместных проектах исследований группы БРИКС по искусственному интеллекту для упреждения возможных рисков и при разработке единых стандартов управления в этой сфере. Готовы подключиться к создаваемому центру компетенции БРИКС, переорганизации объединённых наций по промышленному развитию, а также предложенной инвестиционной платформе. Совместно с партнёром по БРИКСу рассчитываем тесно работать над усилением транспортной взаимосвязанности, созданием новых трансконтинентальных коридоров, формированием надёжных логистических цепочек поставок, развитием системы каботажных перевозок. В фокусе нашего внимания будет также вопрос обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, преодоления негативных последствий изменения климата, охраны здоровья. Поддерживаем развитие деловых контактов в рамках объединения. Предлагаем рассмотреть возможность подключения к деловому совету БРИКС всех заинтересованных стран. Уважаемые коллеги, приоритетным направлением партнёрства на пространство БРИКС безусловно остаются вопросы противодействия угрозам и вызовам международного терроризма. Особое внимание следует уделить проблеме упреждения, радикализации и распространения экстремистической идеологии прежде всего среди молодёжи, разделяя обеспокоенность в связи с обострением конфликтов на Ближнем Востоке. Он всё больше трансформируется в потенциальный очаг глобального кризиса с вовлечением в него соседних стран и крупных держав. Мы с боли в сердце воспринимаем беспрезидентную гуманитарную катастрофу Газии и Ливании. Никакие политические цели не могут оправдать невинные жертвы среди мирного населения, особенно среди детей. Сегодня безотлагательными задачами является незамедлительное прекращение огня и оказание экстренной помощи пострадавшим. Считаем, что единственным решением израильско-палестинской проблемы остаются мирные урегулирования конфликтов по принципу «два государства для двух народов». Говоря о глобальной и региональной безопасности, нельзя обойти проблему Афганистана. Наша общая задача – не изолировать, а помочь афганскому народу, нынешним властям этой страны в решении насущных проблем социально-экономического развития, мирного строительства и прогресса. Уважаемые участники саммита, Узбекистан готов к тесному взаимовыгодному сотрудничеству со странами БРИКС для достижения общих целей устойчивого развития. Благодарю за внимание. Большое спасибо, уважаемый господин президент. Узбекистан демонстрирует под вашим руководством впечатляющие темпы экономического и демографического развития. Хочу поблагодарить вас, да, ещё больше, ещё потенциал развития очень большой, это тоже обращательность внимания. Благодарю вас за участие в мероприятиях форума на протяжении всего года. Спасибо. И мы внимание большое уделяем вопросам, связанным с ситуацией в Палестине, хочу предоставить слово президенту Палестины, господину Махмуду Аббасу. Господин президент Владимир Владимирович Путин, Раис, президент Российской Федерации и председатель БРИКС в текущем году. Дорогие лидеры стран-членов БРИКС, приветствую вас всех. Прежде всего, я хотел бы выразить благодарность всем присутствующим за приглашение Палестине принять участие в работе саммита, который проводится для укрепления партнерских связей между странами БРИКС и глобальным югом. Это дает возможность развивать сотрудничество в различных сферах, в энергетике, безопасности, культуре, обеспечении мира и придает новый импульс решению актуальных проблем, в частности, решению палестинской проблеме. Благодаря этому мы можем строить лучший мир для всех. В связи с этим я хотел бы поздравить новые страны, которые вступили в группу. Королевство Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Эфиопия, Иран. Действительно, ваше вступление в группу демонстрирует ее растущий политический вес и влияние на международной арене. Мы надеемся, что государство Палестина также в скором будущем примут в ряды группы. Серьезное развитие группы БРИКС и растующее желание многих стран вступить в нее есть не что иное, как желание всех выработать новый мировой порядок, более справедливый и сбалансированный. Особенно в свете неспособностей многих наднациональных структур найти решения текущим кризисам и застарелым проблемам, от которых страдает сегодняшний мир, и в частности решение палестинской проблеме. Уже на протяжении целого года палестинский народ страдает от гуманитарной катастрофы, самый крупный со времен Накбе 1948 года, исхода палестинцев со своих земель. Израиль ведет разрушительную войну, практикует геноцид, этнические чистки в секторе Газа, пытаясь вытеснить газоветян за пределы своей родной земли. Особенно сейчас, в наши дни, происходят преступления в северной части Анклава, где людей просто-напросто морят голодом. Также мы становимся свидетелями агрессии радикальных поселенцев на западном берегу реки Иордан. Все это нарушает нормы международного права и расширяет географию конфликта. Израильское правительство приняло решение о закрытии центрального офиса Бапор в Восточном Иерусалиме, что делает невозможным обеспечение первоочередных потребностей палестинских беженцев на оккупированных палестинских территориях. Необходимо осудить подобные действия и заставить израильское правительство отказаться от подобных практик. Поэтому чрезвычайно важно как можно скорее реализовать решение Совета безопасности ООН о прекращении огня обеспечения гуманитарного доступа и полном выводе израильских сил из сектора газа с тем, чтобы государство Палестина могла вернуть в свои дома беженцев и заняться вопросами постконфликтного восстановления. Дорогие главы делегации государств, справедливость для палестинского народа и ее реализация – это испытание на прочность для нас. После 76 лет со времен Накбе выселения со своих земель, насилия в отношении нашего народа, наконец-то настал тот момент, когда нам нужно положить конец насилию, несправедливости и разрастанию захватнической деятельности Израиля, необходимо реализовать резолюцию Генассамблеи ООН на основе консультативного заключения Международного суда ООН. Нужно заставить Израиль прекратить свое нелегитимное присутствие на палестинских землях и в Восточном Иерусалиме, чтобы они это сделали за один год. Если этого не произойдет, нужно применить против них санкции. Также нам нужно работать и сотрудничать с ООН и заинтересованными сторонами для проведения международной конференции по миру. В этой связи мы рассчитываем и на поддержку БРИКС. Эта группа действительно влиятельна на международной арене и способна решить множество вопросов, связанных с безопасностью. Дорогие главы государств, Палестина считает принципы, на которых зиждется БРИКС, важными для проведения политики группы в связи с развитием, справедливостью и диалогом. Эти ценности созвучны тому, к чему стремится палестинский народ. Благодарим глав государств, членов БРИКС за их поддержку палестинской проблеме и стремление палестинского народа к независимости и свободе. Мы подтверждаем еще раз желание государства Палестина присоединиться к группе БРИКС, укрепить партнерские связи и взаимодействия, участвовать в различных мероприятиях группы. Мы готовы следовать духу группы БРИКС и разделять ее ценности для реализации намеченных целей и наведения мостов партнерства ради лучшего будущего для всех. Большое вам спасибо. Спасибо, господин президент, за вашу речь и желаю успеха работе саммита. Большое спасибо, уважаемый господин президент. Вы обратили внимание на взаимодействие БРИКС и глобального юга. Это одно из наших основных направлений. Что касается ситуации в Палестине, конечно, к сожалению, на планете много вооруженных конфликтов, да и у нас тоже на границах то же самое происходит, к огромному тоже нашему сожалению. Но гуманитарная катастрофа в Газе – это, конечно, особая ситуация. И все, что там происходит, не может не отдаваться и отдается болью в сердце у подавляющего большинство людей на планете. Мы все должны сделать всё для того, чтобы ситуация была изменена в корне. И в основе этой, безусловно, лежит создание палестинского государства, так как это было предусмотрено соответствующими решениями Организации объединённых наций. Необходимо и выполнять все эти решения в полном объёме. Спасибо вам большое за участие в нашей сегодняшней работе. Пожалуйста, слово для выступления президенту Венесуэлы, господину Мадуро. Добрый день, многоуважаемый президент Владимир Путин, наши дорогие друзья, представители стран БРИКС. Я готовил выступление, текст, но я вижу эту дискуссию, очень важную дискуссию. И я вёл определённые записи по ходу этой дискуссии. И хочу сказать следующее. Постальный поиск в смысле выстраивания нового мирового порядка, я должен отметить, что за последние 60-70 лет я должен поздравить вас, уважаемый президент Путин, за роль, которую играет Российская Федерация в проведении этого успешного саммита. Венесуэла в скромной степени участвовала во всех форумах, во всех общих собраниях. Это более 200 собраний. И все они были направлены на поиск практических решений потребностям нашего мира. Мир, который стремится к созданию нового мира, столь же древний, как и сам мир. Система организации объединённых наций сконцентрировала усилия всех держав и всех народов. И была создана действительно система, которая порадила большие надежды и определила основные основы международного права. И все государства планеты следовали этим принципам, но поиски перемен, о которых говорил представитель Бразилии, были великие лидеры, которые основали движения неприсоединившихся стран, которые уже в 50-е и 60-е годы с участием Египта, Индонезии, Кубы, которые были основными странами, развивавшими политику деколонизации стран Африки и Азии, поиска независимости, нового государства. И, конечно, это движение неприсоединившихся стран, сыграло свою роль, важнейшую роль в определённый момент. И система ООН также создавалась для безопасности в мире. Я говорю это для господина генерального секретаря ООН Антонио Гутереша. Но эпохи сменяют одна на другую. И возникла новая эпоха. И возникли новые сверхдержавы, новые державы. И страны, которые в скромной степени, как Венесуэлла, например, Латинская Америка или страны Карибского бассейна, наши братские страны Куба, Боливия, Никарагуа, также представлены здесь. И мы, конечно, в скромной степени, но стремимся нашими усилиями воплощать наши мечты. И мы стремимся к тому, чтобы уважалось наше право на независимость, на будущее и на развитие. И мы стараемся как-то влиять на повестку мировых вопросов. И я вспоминаю декларацию в Егенбурге, принятую, а также в Казани. В частности, в них говорится о экономических решениях, о практической мировой торговле с тем, чтобы были решения для финансовых необходимостей. И это новые потребности, господа президенты. И надо говорить об этом открыто и совершенно ясно, потому что мы все понимаем необходимость воплощения этих новых потребностей. Недостаточно просто реформировать финансовую и валютную систему. И иногда кажется, что эти системы уже не выдерживают никаких реформ, потому что страны, прежние страны, колониальные страны Запада пытаются вновь навязать свою гегемонию через механизмы гегемонных валют, через систему финансовых кредитов, определенных финансовых и экономических пакетов и условий. Поэтому Венесуэла приветствует и подчеркивает потребность предпринимать более смелые шаги с тем, чтобы консолидировать деятельность нового банка развития BRICS для того, чтобы страны глобального юга имели возможность для развития, для того, чтобы мы продвигались в новой системе платежей, которая бы заменила системы платежной, которую иногда используют как орудие для агрессии. И мы, Венесуэла, испытали воздействие такой политики. Вы прекрасно об этом знаете. Необходимо создать корзину валют, которая сочетала сильные валюты сверхдержав с правом и иметь собственную валюту каждой из наших стран. Мы должны искать решения для развития инклюзивной экономики наших стран, стран, имеющихся к достоинству. Кроме того, необходимо реформировать систему ООН. Я говорил Антонио Гутеррешу, генеральному секретарю ООН, потому что каждая ракета, которая попадает в жилые здания в секторе Газа, новые убитые и раненые в Бейруте или на юге Ливана, все эти ракеты разрушают систему объединённых наций. Где международный уголовный суд или они только используют его для того, чтобы преследовать страны глобального юга? Где система международного правосудия только для того, чтобы издавать документы и коммуникея? А где жизнь? Где забота о жизни женщин и детей на глобальном юге? Давайте искать практический план, смелый план для того, чтобы реформировать систему ООН, которая, по сути говоря, организирует перед созданием фашистских режимов на фоне исторической болезненной конъюнксадуры. Новый мир, который необходимо создавать, мы считаем, что он уже рождается, и БРИКС – это эпицентр зарождения этого нового мира. Это мир, который основан на глубоко гуманных принципах. Я вчера говорил на нашей двусторонней встрече с президентом Владимиром Путиным, я говорил, что Венесуэла принадлежит к семье БРИКС, и я благодарю за приглашение, которое выразили в отношении нашей страны, и президент Венесуэла впервые участвует во встрече БРИКС, и мы, конечно, разделяем принципы БРИКС совершенно убеждённые. Исторически убеждены, мы уже в течение двух веков, когда наш освободитель Симон Боливор, держа саблю в руке, освобождал наши народы, наш континент, и он боролся за баланс во всем мире. И Ого Рафаэль Чавес Фриос, наш командант, говорил, что мы ждём этого мира многополюсного, многоцентричного. И господа президенты, господин президент, вы можете рассчитывать на Боливарианскую республику Венесуэла для осуществления этого исторического проекта. Огромное спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемый господин президент, Венесуэла под вашим руководством продолжает политику команданта Чавеса по укреплению суверенитета страны, демонстрирует хорошие темпы развития. В прошлом году 5,5%, в этом году будет 7 с лишним процентов. Так что уверен в этом смысле в абсолютно направленном пути. И законное правительство, сформированное под вашим руководством после выборов, безусловно, многое сделали для развития как Венесуэла, так же и для сотрудничества с другими странами, в том числе и в рамках, и в периметре нашей организации BRICS. Благодарю вас за ваше выступление. Пожалуйста, слово президенту Республики Казахстан Касым Уважаемый главы государств, уважаемый генеральный секретарь ООН, прежде всего выражаю искреннюю благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за приглашение и превосходную организацию саммита BRICS в городе Казани, уникальном историческом центре Евразийского континента. BRICS превратился в глобальный центр международного притяжения, к которому проявляет практический интерес многие страны, стремящиеся к взаимовыгодному сотрудничеству. BRICS обладает огромным потенциалом к развитию и объединяет государства разных континентов, укрепляя солидарность и эффективно используя совместные возможности на благо всех участников. BRICS обладает как ресурсами, так и опытом для построения будущего, основанного на принципах совместного процветания, взаимного уважения и партнерства. Для Казахстана крайне важен тот факт, что с каждым государством-участником BRICS у нас сложились поистине дружественные отношения. Нет сомнений в том, что многосторонние усилия BRICS будут гармонично дополнять деятельность Организации Объединенных Наций, которые по-прежнему являются незаменимой и универсальной структурой. Принципы дипломатии и диалога, заложенные в Уставе ООН, стали основой повестки BRICS, способствуя мирному урегулированию конфликтов и укреплению стратегической стабильности. Мы высоко оцениваем концепцию России по созданию равной и неделимой безопасности в Евроазии, направленной на снижение геополитической напряженности через укрепление взаимного доверия и сотрудничества. Казахстан поддерживает инициативу Китая в области глобальной безопасности, нацеленную на сохранение международной стабильности, защиту суверенитета, использование многосторонних подходов и мирное разрешение конфликтов. Казахстан в целом поддерживает мирный план Китая и Бразилии по Украине. Наша страна разделяет обеспокоенность государств участников BRICS обострением ситуации на Ближнем Востоке, что привело к огромному количеству человеческих жертв и гуманитарной катастрофе. Совместное устранение коренных причин конфликтов, таких как бедность, неравенство и недостаток образования, на наш взгляд, остается ключевым фактором укрепления международной политической солидарности. Казахстан поддерживает реформирование Совета безопасности ООН и его расширение за счет новых членов из Африки, Латинской Америки и Азии. Голоса стран глобального юга должны звучать весомо в решении вопросов мира и безопасности. BRICS может сыграть ключевую роль в этом процессе, усиливая представительство так называемых средних держав и развивающихся экономик в структуре глобального управления. Казахстан рассматривает BRICS в качестве одной из движущих сил общемирового прогресса. Мы с удовлетворением отмечаем динамичный рост торговли Казахстана со странами объединения, которое в 2023 году составило почти половину нашего внешнеторгового оборота. Мы стремимся расширять взаимовыгодное партнерство в таких ключевых секторах, как торговля и инвестиции, IT-технологии, критические минералы, продовольственная безопасность, образование и туризм. Казахстан готов к тесному взаимодействию для укрепления транзитно-транспортного сотрудничества на пространстве BRICS. Особое значение наша страна придает дальнейшему развитию инициативы пояс и путь, а также международного транспортного коридора Север-Юг. Их сопряжение с транскаспийским международным транспортным маршрутом, соединяющим Азию и Европу через Казахстан по Каспийскому морю способно придать мощный мультипликативный эффект мировой торговли в долгосрочной перспективе. Казахстан стремится к формированию надежных партнерских отношений в рамках BRICS Plus для укрепления энергетической безопасности. Мы заинтересованы в продвижении существующих и запуске перспективных проектов в области добычи и переработки нефти и газа, а также критических минералов. Следует также использовать огромный потенциал BRICS в преодолении последствий изменения климата, таких как дефицит воды, экстремальное повышение температуры и опустынивание. Убежден, что наши усилия в рамках BRICS позволят значительно повысить взаимосвязанность между севером и югом, устранить дисбалансы в развитии государств, существенно укрепить международную безопасность и обеспечить условия для глобального прогресса. Хочу вновь заверить, что Казахстан твердо настроен на совместную активную работу в формате BRICS для укрепления всестороннего сотрудничества в интересах устойчивого и безопасного развития государств. Уверен, саммит BRICS в Казани войдет в историю как важная веха на пути к лучшему, более справедливому миру. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Большое спасибо, уважаемый господин президент. Вы обратили внимание и дали хорошую оценку развитию BRICS, а также сказали о том, что 50% торгового оборота вашей страны приходится на страны BRICS. Это, конечно, вот это реальные, нереальные весомые составляющие нашего взаимодействия. И, конечно, очень важна логистика. Мы понимаем и придаём этому огромные значения. Надеемся на активное участие Казахстана в нашей совместной работе. Пожалуйста, слово президенту Республики Азербайджан. Прошу вас. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, дамы и господа. Прежде всего, хотел бы выразить благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за приглашение. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить Российскую Федерацию с успешным председательством BRICS. Азербайджан – активный сторонник принципа многосторонности международных отношений, что было наглядно продемонстрировано нами в период председательства в движении «Неприсоединение» в 2020-2023 годах. За четыре года председательства движение «Неприсоединение» сделало большой шаг в своём институциональном развитии, значительно укрепило своё место в системе международных отношений. Опыт успешного председательства в движении помогает нам сегодня в качестве действующего председателя совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Используя своё географическое положение и создав современную инфраструктуру, Азербайджан превратился в один из важных транспортных и логистических центров Евразии. Транспортные коридоры восток-запад и север-юг проходят по нашей территории. Все сегменты этих транспортных путей на территории Азербайджана успешно функционируют. На данный момент, ввиду резкого роста грузопотока через нашу территорию, мы инвестируем дополнительные средства в увеличение пропускной способности этих коридоров. В следующем месяце в Баку станет местом проведения крупнейшей международной климатической конференции КОП-29. Единогласное решение около двухсот стран о проведении КОП-29 в Азербайджане – яркое свидетельство уважения и поддержки нашей политики. Мы уже вносим вклад в сотрудничество между глобальным югом и глобальным севером по климату и будем стремиться к достижению взаимопонимания как по вопросам, связанным с изменением климата, так и вопросам глобальной безопасности, верховенства международного права, невмешательства в дела друг друга взаимного уважения. Благодарю за внимание. Спасибо большое, уважаемый господин президент. Действительно, вы совершенно точно отметили, что роль Азербайджана, особенно в развитии логистических коридоров, очень-очень важна. Но не только. Я думаю, что, имея в виду растущий объём товарооборота с Россией и так же, как и с другими государственными БРИКС, тоже имеет существенное значение то, о чём говорил только что президент Разахстана. Хочу вам пожелать всего самого доброго. Спасибо большое. Пожалуйста, слово президенту Республики Конго господину Дани Сасун-Гессо. Господин Владимир Путин, президент Российской Федерации, действующий председатель БРИКС+. Дамы и господа, главы государства и правительств, уважаемые участники саммита, дамы и господа. Я хотел бы благодарить его превосходительство, господина Владимира Путина, президента Российской Федерации, который собрал нас всех по случаю 16-го саммита БРИКС. Также хотел бы поприветствовать главы государства и правительств, присутствующих на этой встрече высокого уровня, посвящённых ключевым вопросам, которые связаны с мировой экономикой и будущим народов. Благодарю власти Российской Федерации за тёплый приём, оказанный мне и моей делегацией. Также хотел бы искренне поздравить с превосходной организацией столь важного мероприятия. Вчера прошло заседание БРИКС. Сегодня проходит заседание БРИКС+. И подобное расширение состава участников, представленных сегодня, свидетельствует о заинтересованности наших стран в более глобальном юге, что способствовало бы созданию более справедливого, солидарного и процветающего международного миропорядка. Главная задача для нас, стран юга, заключается в том, чтобы объединить наши усилия ради создания альтернативных финансовых механизмов, призванных более справедливо регулировать мировую экономику, исходя из законных интересов наших стран. Здесь, на берегу реки Волга, принимаются решения, которые определят будущее мира в ответ на экономические потрясения, не виданные ранее. Развивая финансовые институты, более адаптированные к новым реалиям и увеличивая товарооборот между нашими странами, мы сумеем построить наше будущее на основе более независимой и устойчивой экономики. Подобный подход подразумевает преобразование международных финансовых институтов, чтобы они соответствовали нынешним экономическим реалиям и лучше учитывали законы и ожидания наших народов. Моя страна, Республика Конго, целиком и полностью разделяет чаяния стран BRICS+, в особенности в том, что касается мира на всей земле, всеобщего прогресса и конструктивной многосторонности. Осознавая растущую важность экономического и политического сотрудничества между странами Юга, Республика Конго проявляет особый интерес к целям, которые поставили перед собой страны BRICS+, а именно способствовать инклюзивному и устойчивому развитию, а также вносить активный вклад в успешное выполнение этой крайне важной миссии. Помимо схожих экономических интересов, наши страны объединяет культура, она укрепляет дружбу между нашими народами. Именно в этом духе Республика Конго призывает к реализации общих инициатив в сфере образования и культуры, чтобы обогащать межкультурный диалог. Помимо этого, моя страна находится в самом сердце бассейна реки Конго, и поэтому вот уже более полувека мы защищаем окружающую среду в рамках борьбы с изменением климата. Я призываю углубить наше сотрудничество во имя сохранения экосистем и биоразнообразия. В этой связи Республика Конго представила на рассмотрении Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций резолюцию, посвященную всемирному десятилетию лесовосстановления, чтобы подчеркнуть важную роль лесов в регуляции климата. Призываю страны BRICS+, занять передовые позиции в этой борьбе за выживание всего человечества. Я приветствую ваши усилия по защите окружающей среды и сокращению выбросов парниковых газов. А также прошу страны BRICS+, поддержать принятие этой резолюции Организации Объединенных Наций. Благодарю за ваше внимание. Большое спасибо, уважаемый господин президент. Вы отметили, что страна глобального юга разделяет чаяния стран-членов BRICS. И вот это общее видение очень многих сложных проблем нас действительно настраивает на совместную работу. Объединяя усилия, мы, безусловно, будем идти вперёд. Спасибо вам большое за участие в работе. Слово президента многонационального государства Балия, господину Катакоре. Большое спасибо. Добрый день. Приветствую всех участников. Прежде всего нашего брата, президента Российской Федерации, Владимира Путина. Благодарю за приглашение временного председателя BRICS. И благодарю за приглашение принять участие нашей страны в этом заседании. Приветствую лидеров стран BRICS и стран-участников этого саммита, а также банка развития BRICS. Приветствую президента нового банка развития Адил Мурусев, а также всех участников. Позвольте мне, прежде всего, выразить признательность за тёплое приветствие в Казани и то гостеприимство, которое было оказано. Для Боливии большая честь принимать участие в этом форуме, подчёркивая нашу убеждённость в том, что BRICS является ощутимым доказательством того, что мы можем создать новый многополярный мир, который будет более балансированным и справедливым для человечества. Учитывая подчёркнутую близость Боливии тем целям и задачам, которые были обозначены странами BRICS, в особенности в том, что касается необходимых реформ, которые требуются для роста и развития новых развивающихся экономик и развивающихся стран. Боливия твёрдо верит в региональную и глобальную интеграцию как самый важный механизм для совместного развития. Общее видение глобального управления приближает нас ещё больше к BRICS. Сегодня ключевой день нового этапа в истории мировой экономики. Это день надежды, когда мы видим, как хорошо представлено слово BRICS в виде множества цветов из флагов всех стран-основателей, что хорошо отражено в слогане сегодняшней встречи. Безусловно, это новый рассвет, который открывает не только истечение срока действия Бреттенвудского соглашения 1945 года, который отметил процветание для стран Запада, используя как флагман экономики диктатуру доллара для того, чтобы подчинить и доминировать над экономиками стран Азии, Африки и Латинской Америки и создание таким образом смирительную рубашку для периферии центра. А также это новая заря, поскольку это необратимая тенденция на пути к многосторонности. Пустыш, Из-за использования их натуральных ресурсов. Несмотря на это, эти многотысячные народы имеют культурное наследие, которое делает нас неразрушимыми. Народы мира, мы живем очень много лет под контролем и гегемонией однополярности после провала попытки построить биполярный мир. Сегодня с неостановимой исторической силой многополярность зарождается и берет верх над политическими и экономическими отношениями на планете, потому что ситуация на нашей матери-земле достигла пределов, угрожающих выживанию наших народов и матери-земли. Из-за иррациональной гонки вооружения и концентрации богатства в руках небольшой группы, которая ежедневно производит все больше и больше стратегических вооружений для поддержания доминирования в ответ на возможные угрозы, в то время как неравенство между богатыми и бедными усугубляется. Мир осознал эту реальность и поэтому многополярность возникает как необходимость и выражение свободы народов и наций, несправедливо наказанных геноцидными действиями, такими как военная атака против Палестины, экономическая блокада Кубы или жестокий неоклонализм, который осуществляется в отношении сахарского народа, которому отказывают самоопределение. В этой связи необходимо помнить, что Боливия представила заявление о вступлении в дело, связанное с применением конвенции для предупреждения преступлений геноцида и наказания за него в секторе Газа. В судебном деле между ЮАР и Израилем франко-интернародного суда Боливия вновь подтверждает твердую приверженность правам палестинского народа и мира на Ближнем Востоке. Мы не можем забывать о действиях, направленных на дестабилизацию и попытке угнетения закону установленных демократий посредством госпереворотов в странах, которые являются потенциальными жертвами западных сил, которые стремятся продолжать контролировать мир с 1945 года. Мы имеем в виду Венесуэлу и её нефть, Боливию и её литий, а также Гондурас и Колумбию в силу их геостратегического положения, если мы говорим всего лишь Латинской Америки. Помимо этих крупных проблем, этих макропроблем, вызванных односторонним порядком, в этот отрежащий момент Российская Федерация, являясь председателем БРИКС, даёт обещание, что её действия будут нацелены на продвижение всего спектра взаимодействия и сотрудничества на трёх магистральных направлениях. Политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи. Эти слова отражают, что мы, люди, являемся не просто статистическими данными, не являемся задним двором, а являемся людьми и народами со своей историей и культурой. Тем не менее, в нынешней мировой ситуации мы понимаем, что изменения не должны диктоваться, они являются частью целого процесса. Необходима такая реформа, о которой шла речь на встрече министров иностранных дел стран БРИКС с развивающимися странами 10 июня этого года. Её 54 пункта дают понимание тех действий, которые должны предприниматься, помимо экономической кооперации, а также они показывают общее невидение. Мы считаем, что необходимо строить международную многостороннюю систему, более гибкую, эффективную, представительную, законную, демократическую и ответственную, которая позволяла бы более эффективное участие развивающихся стран и наименее развитых стран, чтобы дать им право выбора, которого они в данный момент лишены. Сегодня экономическая мощь перемещается из трасс Атлантики в Тихоокеанский регион, но институции глобального управления остаются сосредоточены на глобальном севере, поскольку эти институты играют решающую роль во время принятия решений и наложения санкций на торговлю, здравоохранение, поставку энергоисточников и продовольственную безопасность. Это должно быть изменено. В этой связи многонациональное государство Боливии поддерживает реформу таких организмов, как связи с безопасностью ООН, Всемирный банк и Международный валютный фонд, которые должны адаптироваться к реальности на справедливой и представительной основе и услышать все требования на равных основаниях и учитывать новые субъекты власти. Мы поддерживаем укрепление нового банка развития, ключевые структуры для финансирования проектов, развивающихся стран, таких как Боливия, и для достижения более равного будущего. Глобальные вызовы и многосторонние вызовы капитализма, с которыми мы сегодня сталкиваемся, требуют объединения сил и солидарности большинства стран, которые сегодня представляют глобальный юг. Мы уверены, что за счет потенциала наших стран и с поддержкой стран БРИКС мы сможем стимулировать трансформацию экономики и глобального управления для усиления становления совместного и взаимовыгодного развития, основанного на больших достижениях в области технологий, науки, цифровой связи и возобновляемых источников энергии. Поливия – страна, богатая природными ресурсами. Мы являемся первым в мире источником лития. У нас большие запасы натурального газа, традиционных минералов и редкоземельных элементов. Мы находимся в процессе индустриализации, и наше участие в БРИКС направлено на взаимную выгоду для всех участников этого процесса. Я верю, что эта встреча в Казани ознакомит новый момент в истории, когда многие государства пытаются быть порабощены. Мы вместе, в зависимости от обстоятельств, будем реализовывать наши национальные устремления и процесс развития, обладаясь суверенитетом над нашими территориями, без какого-либо вмешательства с самоопределением, чтобы восстановить смысл международных отношений, уважая международное право и осуществляя справедливость в отношении наших народов, над которыми давлеет западная однополярность и тирания доллара. Пусть решения и результаты этого саммита воплотятся в конкретные действия, которые принесут пользу нашим народам и станут вкладом в многообещающее будущее для глобального развития человечества и наших будущих поколений. Большое спасибо. Уважаемый господин президент, вы упомянули о британ-вудской системе, которая была положена в своё время в основу международной финансовой системы. И напомню, что стабильность доллара тогда обеспечивалась в том числе привязкой к золоту. Но были потом и ямайские соглашения, которые отстегнули доллар от золота. И единственной гарантией стабильности этой мировой валюты стала стабильность одной экономики, экономики Соединенных Штатов, её мощь и доминирование в мире. Теперь ситуация в мировой экономике естественным образом меняется. Я хочу это сказать и подчеркнуть естественным образом. И наша общая задача заключается в том, чтобы придать этим неизбежным изменениям и трансформациям цивилизованный характер. Вот мы этим в рамках БРИКС и спокойно в рабочем режиме занимаемся. И с удовольствием будем делать и со всеми странами, привлекаемыми к нашему совместному процессу. Пожалуйста, слово премьер-министру Республики Армения. Прошу вас. Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые главы делегаций, коллеги. Прежде всего, хотел бы поблагодарить за приглашение принять участие на встрече в формате Outreach Brics Plus и выразить признательность президенту Российской Федерации за гостеприимство и организацию сегодняшнего саммита на высоком уровне. Тема в сегодняшней встрече – БРИКС и глобальный юг, совместное строительство лучшего мира. И в этот контекст как нельзя лучше вписывается анонсированный правительством Республики Армения транспортно-коммуникационный проект «Перекресток мира». Суть проекта заключается в следующем. Армения готова и заинтересована в организации по своей территории проезда транспортных средств, грузов, пассажиров, прохождение трубопроводов, кабельных трасс. Это кратчайший маршрут между Черным морем и Персидским заливом по территориям Исламской Республики Иран, Республики Армения и Грузии. Это направление север-юг. А также кратчайший маршрут между Каспийскими и Мраморными морями по территориям Азербайджанской Республики, Республики Армения и Турции. Это направление восток-запад. Этот маршрут, естественно, можно использовать еще и для транспортно-коммуникационной связи между Азербайджанской Республикой и Нахичеванской Автономной Республикой. Азербайджанской Республики. С учетом данного подхода мы предложили Азербайджану механизмы упрощенных процедур пограничного и таможенного контроля, а также обеспечения дополнительных мер безопасности с учетом юрисдикции и полного уважения суверенитета обоих стран. Хочу еще раз подчеркнуть, что Республика Армения в состоянии обеспечить и полноценно обеспечит безопасность прохождения грузов, ресурсов, транспортных средств и людей по своей территории. Это наше желание, наше обязательство, и мы это гарантируем и будем гарантировать всегда. Все утверждения о том, что Армения в какой-либо форме якобы согласилась, что какая-либо третья страна будет обеспечивать безопасность коммуникаций на ее суверенной территории или в каком-либо документе предусмотрено такое, не соответствует действительности. Уважаемые главы и члены делегаций, Вчера парламент Республики Армения ратифицировал положение совместной деятельности комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской республикой и Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской республикой и Республикой Армения. После вступления в силу указанного документа в обоих стран мы сможем активизировать процесс делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном на основе базовых принципов Алматинской декларации 1991 года. Хотел бы особо подчеркнуть, между прочим, что решение Конституционного суда Армении по данному правовому документу окончательно развеяло все опасения и сняло все доводы по поводу якобы наличия в Конституции Армении предполагаемых территориальных претензий к соседним странам, констатируя, что такие интерпретации необоснованы и нелегитимны. Уважаемые коллеги, и Армения, и Азербайджан в течение последних месяцев неоднократно заявили, что проект договора об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской республики согласован как минимум на 80-90%. Уже полностью согласованы формулировки относительно обоюдного признания территориальной целостности друг друга, об отсутствии взаимных территориальных претензий и обязательства не выдвигать таких претензий в будущем. По вопросу соблюдения принципа неприменения силой и угрозы силой, невмешательства во внутренние дела друг друга, установления дипломатических отношений и создания двусторонних механизмов для выполнения обязательств, принятых сторонами мирным договором. Наша оценка такова. Уже на сегодняшний день согласованным в содержании проект договора формулирует, адресует и решает все принципиальные вопросы, необходимые для установления прочного фундамента для мира и нормализации отношений между Республикой Армении и Азербайджанской республикой. И мы предлагаем Азербайджану подписать, уже подписать этот договор. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Большое спасибо, уважаемый господин премьер-министр. Только что Вы сказали о проектах логистики. Это очень важное направление сотрудничества в регионе. И ещё важнее, что Вы положительно относитесь к тому, чтобы эти проекты осуществлялись и с Азербайджаном, и с другими странами региона, о чём мы постоянно в течение последних лет много говорим. И очень приятно отметить, что начался процесс демаркации, делимитации границы, а это верный путь действительно к мирному договору. И то, что Вам удалось в ходе нашей сегодняшней работы обвиняться мнениями с президентом Азербайджана, уже это идёт в плюс нашему сегодняшнему мероприятию. Спасибо большое. Благодарю Вас за Ваше выступление. Пожалуйста, слово президенту Кыргызской республики, господину Садыру Нургажевичу Жапарову. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые главы государств и правительств, Ваше высочество и превосходительство, дамы и господа. Прежде всего, хотел бы поздравить Российскую Федерацию с успешным председательством БРИКС, пожелать успехов и плодотворной работы, а также поблагодарить за тёплый приём и радушие в гостеприимной Казани. Выражаю признательность уважаемому Владимиру Владимировичу за любезное приглашение принять участие в этом важном мероприятии. Текущая насыщенная повестка дня БРИКС представляет особую актуальность для всего человечества. В этом объединении мы видим уникальную платформу, которая продвигает принципы суверенного равноправия, взаимного уважения и доверия, невмешательства во внутренние дела и совместного экономического развития. Мы разделяем цели и принципы деятельности БРИКС по представлению возможностей для экономического и социального роста, развития предпринимательства, продвижения цифровых технологий, разработки инновационных и экологически чистых технологий, решения климатических проблем. Хочу добавить, что это полностью совпадает с целями устойчивого развития, интегрированными в национальную стратегию развития Кыргызской Республики до 2040 года. Уважаемые друзья, после десятилетий глобализации и интеграционных процессов, современное мировое сообщество становится свидетелем геополитической и экономической фрагментации. Стан ли мир более безопасным, стабильным и процветающим? Вопрос, конечно же, риторический. Сегодня доминирует не международное право, а право сильного. С каждым годом появляются новые разделительные линии. Растут расходы на вооружение, которые следовало бы направить на созидание и преодоление экономического неравенства. Избранные страны продолжают богатеть, сдерживая международную торговлю и манипулируя финансовой системой. Это наносит ущерб малым и экономически уязвимым странам. Несмотря на нынешнее сложное геополитическое положение в мире, Кыргызстан принимает все меры для устойчивого развития и уже добился значительного прогресса в этом, в том числе благодаря проведению масштабных реформ. Экономика страны в последние годы развивается уверенными темпами, несмотря на неблагоприятные внешние факторы и сложности на мировых рынках. За эти три прошедших года рост экономики составил в среднем 7%. Наш опыт показал, что при правильном ведении политической воли, эффективном управлении даже небольшие страны с ограниченными ресурсами могут достигнуть хороших экономических результатов. Актуальным является сотрудничество в борьбе с последствиями изменения климата, которые зримо проявляются в горных экосистемах. Так, например, разрушение экосистем и загрязнение окружающей среды оказывают непропорционально сильное влияние на горные страны. По инициативе Кыргызстана и при широкой поддержке горных стран реализуется пятилетие действий по развитию горных регионов на 2023-2027 годы, принятые Генеральной Ассамблеей ООН. Наша другая инициатива – это закрепление нового глобального диалога по горам и изменению климата в качестве ежегодного мероприятия в рамках Рамочной Конвенции ООН об изменении климата и формировании переговорной группы горного партнерства. Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к участникам мероприятия, поддержать инициативу Кыргызской стороны. Уважаемые дамы и господа, Кыргызстан выступает за справедливый и недискриминационный международный экономический порядок, всеобщий доступ к благам мировой экономики и современным технологиям. Внешняя торговля в полной мере должна служить целям устойчивого развития. Убежден, что разработка альтернативных механизмов трансграничных платежей BRICS, новых финансовых инструментов с использованием цифровых возможностей, совершенствование платежной инфраструктуры будет способствовать росту и эффективности торговли в региональном и глобальном масштабе. Кыргызская республика заинтересована в сотрудничестве с новым банком развития в рамках финансирования инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития как в государствах BRICS, так и других развивающихся странах и надеется, что его роль будет только возрастать в целях искоронения нищеты, развития инфраструктуры и повышения устойчивости к глобальным вызовам. Мы готовы поделиться с заинтересованными участниками и партнерами формата Outreach BRICS Plus своим опытом по развитию цифровизации и инфраструктурных проектов, переходу к зеленой экономике. Заслуживает одобрение научно-образовательный кластер BRICS. Видим большие перспективы в развитии культурного и творческого взаимодействия стран формата. Готовы присоединиться к развитию этой важной сферы и культурным обменам. В целях демократизации международных отношений хотел бы поделиться следующими соображениями. Первое. Для установления прочного мира в интересах будущего поколения важно не допустить так называемой блоковости либо разделения государства на своих и чужих. Второе. Необходимо повышение эффективности миростроительства ООН, обеспечение уважения прав человека, усиление борьбы с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком. Третье. Выступаем за укрепление системы многосторонности, которая является бьющимся сердцем ООН. Важно неукоснительное соблюдение принципов и норм международного права, прежде всего закрепленных в Уставе ООН, а также устранение дисбаланса между севером и югом. Четвертое. Как соседняя страна, Кыргызстан считает важным оказывать всемирную поддержку Афганистану и афганскому народу путем интеграции экономики этой страны в региональные и мировые экономические процессы. Важно не оставить Афганистан в международной изоляции без внешней помощи. Пятое. Призываем международное сообщество поддержать развитие стран Африки, Азии, Латинской Америки и других малых стран путем поощрения экономического развития, поощрения продовольственной и энергетической безопасности, противоэпидемиологических мероприятий. И шестое. Как горная страна в сердце Центральной Азии, Кыргызстан активно выступает на глобальном уровне по общей повестке развития горных регионов. Уважаемые участники, в заключение хотел бы вновь отметить, что мы высоко ценим деятельность международного объединения БРИКС и готовы внести свой посильный вклад в коллективные усилия по решению этих и других ключевых вопросов, стоящих сегодня на повестке дня. Подтверждая свое стремление к налаживанию и укреплению многопланового сотрудничества со всеми странами, участницами сегодняшнего мероприятия, Кыргызская республика заявляет о своей заинтересованности работать тесно со странами БРИКС и намерена совместными усилиями укреплять и развивать общие узы дружбы и партнерства во благо наших народов. Благодарю за внимание. Уважаемый господин президент, Вы упомянули про культивируемое в международных делах право сильного, но по-другому оно еще называется кулачное право. Вот когда оно применяется, кем бы то ни было, в экономике, в торговле или в политике, то это вызывает абсолютно адекватную ответную реакцию и вместо международного права укрепляется вот это кулачное. Цель БРИКС как раз и заключается в том, чтобы приподнять значимость международного права. Вот вместе со всеми нашими партнерами мы этим занимаемся. Что касается Афганистана, что касается горных стран с точки зрения климатической ситуации, изменения климата, то мы понимаем Ваши озабоченности, много раз об этом говорили, так же, как и говорили на этот счет с президентом Таджикистана, которому я хочу сейчас передать слово. А приграничные с Афганистаном страны, конечно, чувствуют особенно остро, что происходит в этом регионе мира и в этой стороне. Пожалуйста, слово президенту Таджикистана, господин Рахман. Уважаемый Владимир Владимирович, Ваше превосходительство, уважаемые главы государств и делегации, уважаемый генеральный сектор ООН, прежде всего выражаю признательность президенту Российской Федерации, уважаемому Владимиру Владимировичу Путину за инициативу о проведении нашей встречи. Текущие реалии международной обстановки подтверждают актуальность темы нашей встречи совместного и строительства лучшего мира. Очевидно, что достижение этой цели возможно только через укрепление равноправного межгосударственного сотрудничества и совместное стремление наших стран к формированию более справедливого миропорядка. Сегодня более чем когда-либо необходима консолидация усилий в целях обеспечения прошлого мира, безопасности и стабильности достижения устойчивого развития. Исходя из этого, на недавней сессии Генеральной Ассамблеи ООН, я предложил мировому сообществу принять специальную резолюцию десятилетия укрепления мира во имя будущих поколений. Рассчитываем на поддержку данной инициативы. Сегодня мы являемся свидетелями противоречивых геополитических процессов. Наряду с этим возрастают угрозы международного терроризма, экстремизма, радикализма, киберпреступности, незаконного оборота оружия, наркотиков, а также других видов трансграничной организованной преступности. Противодействовать можно только при наличии ясной и последовательной стратегии. Таджикистан неизменно выступает за расширение сотрудничества со всеми международными партнерами в борьбе с этими угрозами и вызовами. Уважаемые коллеги, Таджикистан с тревогой, наблюдая за крайне негативным развитием ситуации на Ближнем Востоке, эскалацией Палестино-Израильского конфликта, призываем все вовлеченные стороны воздержаться от дальнейшего применения силы и принять неотложные меры по восстановлению стабильности и безопасности в этом регионе. В этой связи подчеркиваем необходимость выполнения резолюции Совета безопасности ООН по созданию независимого и суверенного государства Палестины в границах 1967 года. Мы убеждены, что любые спорные вопросы, конфликты и разногласия возможно разрешить политико дипломатическими средствами. Другой пласт проблем связан с последствиями изменения климата. Участлившиеся в связи с этим природные стихиные бедствия уносят в жизни людей, вынуждает нас направлять значительные стресса на преодоление их последствий. В Центральной Азии подтепление приводит к сокращению площади ледников, одного из основных источников водных ресурсов региона. В мае следующего года наша страна в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН планирует проведение в городе Дедушамбе международной конференции высокого уровня по сохранению ледников. Приглашаем ваши страны принять участие в данном мероприятии. В контексте климатические изменения, засуха, как одна из глобальных проблем, также оказывает негативный воздействие на все страны, в том числе и на наш Центральный Азиатский регион. Уважаемые коллеги, нестабильность в мире оказывает прямое воздействие на социально-экономическое развитие развивающихся стран. Являясь гордой страной, не имеющей выхода к морю, Даджикистан заинтересован в стабильном развитии своих торгово-экономических партнеров и расширении сотрудничества с ним. Крайне важным является принятие практических шагов по реальному переходу к зеленой экономике, важнейшим компонентом которой является зеленая энергетика. Мы все хорошо помним охватившую недавно весь мир пандемию COVID-19. Важнейшим уроком этого планетарного объекта, на мой взгляд, является то, что ни одна страна мира, независимо от своего развития, не застрахована от распространения подобных опасных заболеваний. В этой связи широкое партнерство в качественном улучшении здравоохранения, обеспечении повсеместного доступа к новым методам профилактики и лечения заболеваний, видится единственным путем, по которому мир должен следовать. Уважаемые коллеги, мы считаем, что только широкое заинтересованное взаимодействие всего мирового сообщества способно создать для наших будущих поколений благоприятные условия жизни в нашем общем доме планеты Земля. Ключом к достижению этой благородной цели является дальнейшее развитие диалога с цивилизацией. Мы должны стремиться к большему взаимопониманию между народами, развитию и взаимному обогащению наших уникальных национальных культур, к построению истинно дружеских отношений. В завершение хотел бы ответить, что страны глобального юга в полной мере способны мобилизовать усилия для строительства лучшего мира. Большое спасибо еще раз Владимиру Владимировичу за приглашение и организацию такого очень мирового масштаба мероприятия. Благодарю за внимание. Большое спасибо, уважаемый господин президент. Вы обратили внимание еще раз на ледники. Действительно, для таких стран, как Таджикистан, Таджикистан, другие многие государства, это очень важная проблема, она нарастает, потому что ледники тают, а это источник водоснабжения и качество здравоохранения. Я в этой связи хотел бы вот что сказать. Качество здравоохранения, борьба с эпидемиями, важнейшая составляющая гуманитарного развития. И вот в этой сфере точно совершенно абсолютно неприемлемы какие-либо ограничения и санкции, продиктованные политическими соображениями. А такое, к сожалению, бывает. Задача БРИКС – наладить взаимоотношения в этих сферах таким образом, чтобы достоянием всех стран-участниц были самые лучшие достижения в области медицины, медицинской техники и борьбы с эпидемией. Спасибо большое. Слово премьер-министру Вьетнаму. Пожалуйста, прошу вас. Уважаемый президент Российской Федерации Владимир Путин, уважаемые лидеры, уважаемые делегаты, я искренне благодарю президента Путина за приглашение Вьетнаму принять участие в саммите лидеров расширенного формата БРИКС. Позвольте поблагодарить вас за приглашение в Казань. Позвольте поздравить Российскую Федерацию, вас, господин президент, с выдающимся руководством БРИКС в качестве председателя в 2022 году. За два десятилетия БРИКС подтвердил свою важную роль, став механизмом тесного сотрудничества, совместного устойчивого развития эффективного решения общих вызовов человечеству. БРИКС вдохновил и дал импульс странам Юга, в том числе Вьетнаму, на пути их развития. Уважаемые дамы и господа, мир вступает в эру всеобщей взаимосвязанности, глубокой интеграции, интеллектуальных технологий и инноваций. Однако человечество сталкивается с беспрецедентными вызовами. Изменение климата, истощение природных ресурсов, старение населения, геополитическая нестабильность, рост неравенства и раскола. Эти глобальные проблемы требуют совместных усилий всех государств, глобального, всеобъемлющего подхода, который подчеркивает важность многосторонности и международной солидарности. В этой новой эпохе БРИКС должен стать воплощением тесной взаимосвязи между странами, особенно между развивающимися. Мы должны развиваться. И в этих условиях БРИКС должен взять на себя ведущую роль в мобилизации и распределении, эффективном использовании всех ресурсов для адаптации и изменения климата, дальнейшего развития зеленой экономики, цифровой экономики, экономики запнутого цикла, обеспечения продовольственной, энергетической и информационной безопасности. И БРИКС должен идти впереди развития всех этих направлений и развивать зеленую экономику, цифровую экономику, информационную безопасность. Вьетнам приветствует и благодарит Новый Банк развития за расширение круга бенефициаров и финансовые поддержки для стратегических проектов в странах БРИКС и других развивающихся странах. И мы должны развивать связи БРИКС с развивающимися странами. И развитие этих связей будет способствовать соединению между людьми. Это объединение глобальных цепочек поставок на основе современных научных и технологических достижений, инноваций для создания новых стимулов для экономического роста, расширения новых пространств, развития для всех стран, одновременно диверсифицируя производство, ассортимент продукции и рынки. Далее следует соединение между людьми. Это культурное сотрудничество, образовательная подготовка, туризм и обмен между народами БРИКС и других стран должны быть усилены для создания культурного пространства единства многообразий, где уважаются различия, где ценятся общие ценности и где красота дружбы и сотрудничества развивается и укрепляется. И, как подчеркнул великий русский писатель Фёдор Достоевский, красота спасёт мир. В-пятых, объединение реформирования глобальных механизмов управления в направлении связности, обмена цифровизации, баланса, равенства, эффективности, инклюзивности и всеобъемлющего устойчивого развития. Мы должны более активно и эффективно участвовать в формировании глобальных правил и стандартов. Особенно в таких новых областях, как управление искусственным интеллектом, облачными вычислениями и интернетом вещей. БРИКС должен решительно бороться с тенденцией протекционизма и политизации экономических, торговых, научно-технических отношений и инноваций. Уважаемые лидеры, уважаемые коллеги, взаимосвязь и интеграция ради создания лучшего мира являются постоянной политикой Вьетнама, основанной на трёх ключевых принципах. Человек должен быть в центре, быть субъектом, целью, движущей силой и важнейшим ресурсом развития. Мы не должны жертвовать социальной справедливостью, прогрессом и защитой окружающей среды ради простого экономического роста. Второе, мы должны придерживаться независимой, самостоятельной внешней политики, многосторонности и диверсификации. Вьетнам стремится быть хорошим другом, надёжным партнёром и ответственным членом международного сообщества ради мира, сотрудничества и развития в регионе и мире. Придерживаемся оборонной политики. Мы следуем политике четырёх нет, не вступаем в военные союзы, не сотрудничаем ни с одной страной против другой, не предоставляем военные базы и не используем территорию Вьетнама для нападений на другие страны, не применяем силу или угрожание применять её использование международных отношений. Великий русский писатель Максим Горький однажды сказал, каждый народ, каждая нация – это неотъемлемая часть великого человеческого организма, и только вместе мы можем достичь подлинного прогресса. В этом духе я уверен, что БРИКС будет ещё более справедливым и что раскрывая внутренние силы, чтобы внешне построить мир полной стабильности, сотрудничества и развития. Президент Хо Ши Мин, герой национального освобождения, выдающийся деятель культуры Вьетнама, однажды сказал – солидарность, солидарность, великая солидарность, успех, успех, великий успех. Вьетнам готов сотрудничать с БРИКС и международным сообществом для воплощения в жизнь идеи создания лучшего мира. Ещё раз прошу вас, президент Путин, за очень тёплый приём в Казани. Большое спасибо за внимание. Спасибо большое, уважаемый господин премьер-министр. Вы затронули много важных и интересных тем, но я бы обратил внимание на одну из них. Вы сказали об общих ценностях стран БРИКС. Так оно и есть. Мы с уважением относимся к традициям стран-участниц, к религиям, которые культивируются в этих странах, к культуре наших народов. И именно это лежит в основе нашего успеха. Благодарю вас за ваше выступление. И с удовольствием передаю слово президенту Туркменистана Садору Гурману Галлиевичу Берду Мухамедову. Пожалуйста, прошу вас, господин президент. Спасибо большое. Уважаемый глава государств, дамы и господа, прежде всего хотел бы поблагодарить президента Российской Федерации, уважаемого Владимира Владимировича Путина за гостеприимство и радушный приём. Туркменистан впервые участвует в саммите BRICS плюс Outreach. Благодарим за приглашение на столь представительное мероприятие. Видим в этом уважительное отношение к Туркменистану. Как известно, Туркменистан принимает активное участие в усилиях международного сообщества, направленных на достижения и утверждения в мире принципов сотрудничества, взаимного уважения и учёта интересов. Наша страна использует свой нейтральный статус для продвижения миротворческой повестки, обеспечения глобальной и региональной безопасности, утверждения в межгосударственных отношениях, культуры, равноправного диалога, доверия и предсказуемости. Важной составной частью внешнеполитического курса Туркменистана является применение модели нейтралитета, инструментов превентивной дипломатии для предупреждения конфликтных ситуаций и скоронения причин их порождающих. Убеждены в том, что в нынешних условиях базовые принципы нейтралитета являются объективно востребованными и при поддержке мирового сообщества способны принести реальную пользу в деле обеспечения глобальной безопасности. В этом консекте следует подчеркнуть особую значимость и высокую эффективность деятельности регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, штаб-квартира которого расположена в городе Ашхабаде. Также убеждены в том, что в нынешних условиях базовые принципы нейтралитета являются объективно востребованными и при поддержке мирового сообщества способны принести реальную пользу в деле обеспечения региональной и глобальной безопасности. Как ответственное государство, Туркменистан предлагает ряд мер, направленных на нормализацию и оздоровление международной обстановки и переход к конструктивным параметрам взаимодействия. В этой связи наша страна выступила в ООН с рядом серьезных предложений, таких в частности, как разработка стратегии глобальной безопасности, инициатива придания нейтральным странам статуса приоритетных партнеров ООН в ее миротворческих усилиях, а также ряда предложений в контексте создания и укрепления региональной безопасности и стабильности. Снаковым событием в данном контексте стала единогласная поддержка Генеральной Ассамблеи ООН и инициатив Туркменистана об объявлении следующего 25-го года Международным годом мира и доверия. Рассчитываем, что все государства примут самое деятельное участие в имплементации положений соответствующей резолюции Генассамблеи. Международная стратегия Туркменистана опирается на вовлеченность страны в современные геоэкономические тенденции, инициативное участие в решении актуальных проблем современности, выполнение цели устойчивого развития, преодоление кризисных ситуаций на экологическом, продовольственном направлении, создание и утверждение равноправных, справедливых и надежных путей доступа стран и народов к источникам энергии, чистой воды и воздуху. Для этого наше государство также выступает с активных и ответственных позиций. Хотел бы привлечь ваше внимание к инициативам Туркменистана в области экономики, энергетики и устойчивого транспорта. В частности, речь идет о разработке глобальной рамочной программы перехода к циркулярной экономике, другие инициативы создания глобального атласа устойчивого транспортного, связанности и альянса по глобальной энергетической безопасности и устойчивому развитию. В целом, говоря о нынешних мировых геоэкономических тенденциях, Туркменистан выделяет одну из их определяющих проблем – повышение значимости развивающихся стран. Они во многом призваны дать новую энергетику, устоявшуюся, но уже требующуюся конструктивного пересмотра, прежней схеме мироустройства, привнести в них новые смыслы и предназначения. Ключевым компонентом здесь должно стать выравнивание уровней научно-технологического развития государств, цифровизации и инновационных стандартов. Безусловная приоритетность экологических критериев экономики, торговли, транспорта, промышленности, добычи и переработки сырья в рядах других сфер. Намерены последовательно добиваться этих целей. Есть несколько слов о климатической повестке, и очевидно, что она станет ключевой и будет определять всю траекторию пути развития человечества в нынешнем столетии. Туркменистан выступает за системное рассмотрение климатической проблематики в качестве одной из базовых составных частей глобального подхода к обеспечению архитектуры, безопасности и развития, создания многосторонних механизмов мониторинга и реагирования на климатические, экологические и техногенные катаклизмы. В вопросах экологического взаимодействия Туркменистану приоритетное значение уделяет защите и сохранению природного ландшафта в Центральной Азии, морских ресурсов и биоразнообразия на Каспии, рациональному использованию водных и водно-энергетических ресурсов, указанных регионов на основе учета интересов партнеров и общепризнанных норм международного права. Придаем большое значение международному сотрудничеству в гуманитарной сфере, в том числе решению проблем беженцев и лиц без гражданства. Туркменистан за последние годы наладил хорошее взаимодействие в этих вопросах с ООН, организацией исламского сотрудничества, рядом специализированных институтов, что привело к весомым позитивным результатам на национальном уровне. Готовы поделиться с другими странами накопленным опытом и практическими наработками. Наша страна также считает важным придание должных импульсов сотрудничества в культурной, научной и образовательной сферах, расширение знаний друг о друге, взаимопроводновения культур, традиций, самобытного искусства, объединяющие народы на здоровых и созидательных основах. Готовы к налаживанию таков взаимодействия с партнерами, участие в разработке соответствующих планов совместных мероприятий. Уважаемые участники, еще раз хотел бы поблагодарить организаторов за приглашение к участию в нынешнем заседании, предоставленную возможность выступить и поделиться мнениями и предложениями. В заключении, позвольте выразить признательность организаторам форума за созданные условия для успешной и продуктивной работы. Благодарю за внимание. Уважаемый господин президент, вы также обратили внимание на много интересных, важных вопросов, но я бы отметил вот что. Вы сказали о необходимости искоренения причин, порождающих кризисы, для того, чтобы их устранить. Я полностью поддерживаю эту позицию. Это абсолютно принципиальный вопрос. Это самое главное в преодолении любого кризиса, в том числе и тех острых ситуаций в мире, которые сложились на сегодняшний день и которые мы сегодня затрагивали в ходе обсуждения. Вы также упомянули о вашей работе по линии Организации Объединённых Наций. Мы тоже часто упоминали сегодня деятельность этой организации. И здесь, конечно, много вопросов. Мир меняется, и все структуры, которые были созданы десятилетиями назад, должны меняться в соответствии с меняющимся миром. Но хочу отметить, что при всех этих вопросах такой другой универсальной международной организации всё-таки пока в мире не существует. Я с удовольствием передаю слово генеральному секрету Организации Объединённых Наций господину Гутерриш. Дорогие лидеры, представители стран, уважаемые коллеги, сотрудники протокола, я очень благодарен за возможность честности в 16-м сомнете БРИКС. Все страны представляют почти 50% населения Земли. Я отмечаю вашу приверженность поддержку многосторонности решению международных проблем, и это отражено в собрании сегодняшнего года. Ни одна другая группа, ни одна страна не может работать сама по себе. Нужно сообщество стран, которые будут действовать как одна большая семья для того, чтобы справиться с большими мировыми вызовами, такими, как растующее число конфликтов, уничтожение, изменение климата, загрязнение, потеря биоразнообразия, растущее неравенство и продолжающаяся бедность, голод. Кризисы угрожают нашим планам будущее для многих уязвимых стран. То, что одна пятая часть ЦУР реализуется, растущий цифровой разрыв, отсутствие решений в области искусственного интеллекта и другие прорывные технологии. отсутствие представленности со стороны развивающихся стран в процессе принятия мировых решений от Совета безопасности до Бриттон-Вудской системы и не только. Ситуация должна измениться. В сентябре прошел саммит будущего. Мы представили дорожную карту для укрепления многосторонности, для продвижения мира, устойчивого развития и прав человека. Я вижу четыре направления для действия. Во-первых, финансирование. Сегодняшняя система финансирования не дает многим уязвимым странам тот необходимый уровень социального обеспечения, в котором не нуждается. Пакт во имя будущего призван ускорить реформирование международной архитектуры финансирования, которая устарела, неэффективна и несправедлива. Здесь включена и приверженность продолжить стимулирование цели устойчивого развития, изменить модели бизнеса и серьезно повысить возможности поддержки со стороны многосторонних банков развития и их льготное финансирование в адрес развивающихся стран, которые находятся в уязвимых условиях, представить больше СДР, реструктурировать кредиты для стран, которые тонут в долгах и мобилизировать больше внутренних ресурсов как частных, так и государственных для того, чтобы обеспечить необходимое финансирование в развивающихся странах. В следующем году пройдет конференция по финансированию в целях развития, саммит по социальному развитию. Это два важных этапа для того, чтобы реализовать соответствующие меры. Мы также отмечаем и важное сотрудничество Юг-Юг. Это не заменяет приверженности и обязательства развитых стран. Но так обеспечивается больший вклад для поддержки развивающихся стран в предстоящих условиях для решения и достижения ЦУР. Второе. климат. Каждая страна выразила приверженность снизить рост температуры до уровня полутора градусов. Для этого требуются серьезные действия для снижения выбросов. И группа 20 должна возглавить эту работу. Буквально через несколько недель пройдет конференция сторон, и тогда начнется новый отчет для того, чтобы представить новые планы вклада. соответствующее целевое показание составляет до 25%. Действительно, конференция сторон представит новые возможности для планов финансирования. Развитые страны должны выполнить свои обязательства, удвоить выделение средств на цели климата, и необходимо также профинансировать в фонд убытков и ущерба. Это произошло на тот момент, когда он был создан. Третье направление – технологии. Каждая страна должна иметь возможность получить доступ к преимуществам технологий. Глобальный цифровой договор призван укрепить международное сотрудничество, потенциал. Там предусматриваются три по-настоящему справедливых договоренности по искусственному интеллекту, для того, чтобы каждая страна могла иметь место за столом по поводу искусственного интеллекта. Проводится и встреча экспертов по искусственному интеллекту, проводится и политический диалог на уровне лидеров государств в рамках ООН при участии всех стран. Также предусматриваются и возможности для инновационного финансирования, для укрепления потенциалов области искусственного интеллекта в развивающихся странах. В-четвертых, мир. Необходимо укрепить механизм мира, в том числе реформировать Совбез ООН так, чтобы он представлял современный мир. Пакт во имя будущего предусматривает важные шаги по поводу разоружения, в том числе первое многостороннее соглашение по ядерному разоружению в более чем одно десятилетие и также меры по исключению размещения оружия в космосе и использованию смертоносного автономного оружия. Нам в первую очередь нужен мир, мир в Газе. Необходимо немедленное прекращение огня, немедленное и безусловное освобождение всех заложников и результативное предоставление гуманитарной помощи без каких-либо преград и необходимо обеспечить обязательный прогресс для того, чтобы положить конец оккупации, реализовать двугосударственные решения и вновь подтвердить, как оно было подтверждено в резолюции Совета безопасности, нужен мир и вливание с немедленным прекращением боевых действий и с полной реализацией резолюции Совбезу ООН 1701. Нужен мир на Украине, справедливый мир в соответствии с уставом ООН, международным правом и резолюциями Генассамблеи. Нужен мир в Судане, где все стороны должны прекратить стрелять и стремиться к устойчивому миру. эти же послания я и представил на неделе высокого уровня в сентябре в Нью-Йорке. К сожалению, точнее, они сейчас сохраняют свою актуальность. Необходимо везде поддерживать ценности, отмеченные в Уставе ООН, верховенство права, принципы суверенитета, территориальной целостности и политической независимости всех государств. Ваше превосходительство, уважаемые дамы и господа, Саммер будущего представил направление для укрепления многосторонности для цели глобального развития и безопасности. Сейчас нужно подкрепить слова делом. И мы верим в Брикс, в то, что он сможет сыграть очень важную роль для того, чтобы достигнуть поставленных задач. Спасибо. Уважаемый господин генеральный секретарь сказал о том, что мы должны все жить как одна большая семья. Уважаемый господин генеральный секретарь, мы так и живем. Вот в семьях, к сожалению, часто случаются размолвки, скандалы, делёж имущества. Дело иногда доходит и до драки. Цель Брикс заключается в том, чтобы создать необходимые механизмы взаимодействия и создать благоприятную атмосферу в общем доме. Мы этим занимаемся и будем это делать в том числе в тесной координации с Организацией Объединённых Наций. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, друзья, у нас сейчас небольшой перерыв, и мы сразу же продолжим работу в формате рабочего завтрака. Благодарю вас. Благодарю вас.